На мой голос из-под навеса над воротами выскочили провожатые и подкатили карету к подъезду. Я увидела, что наряд женщины, зеленоватое двойное платье из глинцевитого шелка, насквозь промок, очевидно, крыша кареты пропускала дождь, и узоры нижней одежды, полиняв, проступили на лицевую сторону. Глаза бы не глядели. Какой жалкий все это имело вид. Рукава тоже вымокли. Как видно, она проплакала всю ночь напролет. Волосы от дождя ли, от слез слиплись, как после купания. Девушка не хотела выходить из кареты. В таком виде я не смею показаться на люди, — твердила она. Мне стало искренне жаль ее. И я сказала, — у меня есть одежда. Переоденьтесь в сухое и ступайте вновь к государю. Этой ночью он был занят важным государственным делом. Оттого все так нескладно и вышло. Но она только плакала и, несмотря на все мои уговоры, просила, молитвенно сложив руки, — позвольте мне уехать домой. Так что жалость брала глядеть. Меж тем окончательно расцвело, наступил день, теперь все равно ничего невозможно было исправить, и в конце концов ей разрешили уехать. Когда я рассказала обо всем государю, он согласился. Да, нехорошо получилось. И сразу же отправил ей в догонку письмо. В ответ девушка прислала на лакированной крышке тушечницы что-то, завернутое в тонкую синеватую бумагу. На крышке имелась надпись «Паучок, заблудившийся в травах». В бумаге оказалась прядь волос и надпись «В смятении из-за тебя» затем следовало стихотворение «Знаю, не пощадит, а славит в бесчисленных толках нашу встречу молва. О, как тяжко идти, как горько по тропе ночных сновидений! И больше ни слова. Уж не постриглась ли она в монахине, сказал государь, поистине, как все бренно на этом свете. После этого он часто справлялся, куда подевалась эта женщина, но она исчезла бесследно. Спустя много лет я услыхала, что она стала монахиней и поселилась при храме Хаси в краю Кавати. Говорят, что женщины, вступая на праведный путь, дают там пятьсот обетов. Так случилось, что эта ночь привела ее на путь Будды. Я поняла тогда, что пережитое горе обернулось для нее, напротив, радостным, благим умудрением. Меж тем, совсем неожиданно я стала получать послание от настоятеля с такими страстными признаниями в любви, что они повергли меня в смятение. Письма приносил родственник, мальчик и служки, состоявшего при настоятеле. Время от времени я отвечала на эти письма, но сам настоятель при дворе ни разу не появлялся, и я была скорее даже рада этому. Сменился год, и по случаю наступления весны наш государь и прежний император Камаяма решил устроить состязание цветов. Все были заняты приготовлениями, бродили по горам и долам в поисках новых редкостных цветов. Свободного времени не было ни минуты, и мои тайные встречи с Дайнагоном Сайондзи, к сожалению, тоже не могли происходить так часто, как мне хотелось. Оставалось лишь писать ему письма с выражением моего огорчения и нетерпения. Время шло. Я безотлучно несла свою дворцовую службу, и вот уже вскоре настала осень. Помнится, это было в конце девятой луны. Дайнагон Дзенсёдзи, мой дядя, прислал мне пространное письмо. — Нужно поговорить. Немедленно приезжай, — писал он. Все домашние тоже непременно хотят тебя видеть. Сейчас я нахожусь в храме Идзумо. Постарайся как-нибудь выкроить время и обязательно приезжай. Когда же я приехала, оказалось, что это письмо всего лишь уловка для тайной встречи с настоятелем. Очевидно, настоятель не сомневался, что я люблю его так же сильно, как он меня, и так же мечтаю о встрече с ним. С Дайнагоном Дзенсёдзи он дружил с детских лет, а я доводилась Дайнагону — близкой родственницей, и он придумал таким путем устроить наше свидание. Мы встретились, но такая неистовая, ненасытная страсть внушала мне отвращение и даже какой-то страх. В ответ на все его речи я не вымолвила ни слова. В постели ни на мгновение глаз не сомкнула, точь-в-точь, как сказано о делах сердечных в старинных шутливых стихах. Приступает ко мне, в головах и ногах угнездившись, душу травит любовь. Так без сна и маюсь на ложе, не найти от любви спасенье. Мне вспомнились эти стихи, и меня против воли разбирал смех. Настоятель всю ночь напролет со слезами на глазах клялся мне в любви, а мне казалось, будто все это происходит не со мной, а с какой-то совсем другой женщиной. И уж, конечно, он не мог знать, что про себя я думала в это время. Ладно, эту ночь уж как-нибудь потерплю, но второй раз меня сюда не заманишь. Меж тем пение птиц напомнило, что пора расставаться. Настоятель исчерпал, кажется, все слова, чтобы выразить боль, которая причиняет ему разлука. А я, напротив, радовалась в душе. С моей стороны это было, конечно, очень нехорошо. За стенкой послышалось нарочито громкое покашливание моего дяди, громкая речь, условный знак, что пора уходить. Настоятель пошел было прочь, но вдруг снова вернулся в комнату и сказал, «Хотя бы проводи меня на прощание». Но я уперлась, мне не здоровиться, и так и не встала с ложа. Настоятель удалился огорченный, он казался и впрямь несчастным. Я видела, что он ушел в тоске и обиде, и почувствовала, что взяла грех на душу, обойдясь с ним, пожалуй, слишком жестоко. Я сердилась на дядю, устроившего это свидание за его неуместный поступок, и под предлогом моих служебных обязанностей решила уехать как можно раньше. Я вернулась во дворец еще затемно, а когда прилегла в своей комнате, призрак настоятеля, с которым я провела эту ночь, так ястенно почудился мне у самого изголовья, что мне стало страшно. В тот же день, около полудня, пришло от него письмо, подробное, длинное, и это чувствовалось первого слова, искреннее, без малейшей лжи или фальши. К письму было приложено стихотворение «Не в силах поведать всей правды о муках любви, лишь воспоминанием о той, с кем недавно был близок, питаю угасшее сердце». Не то чтобы я внезапно совсем охладела к настоятелю, просто эта связь слишком тяготила меня, казалась мучительной. Мне нечего ответить на столь неистовое чувство, думала я и написала. Что ж, если однажды изменятся чувства мои? Ты видишь, как блекнет любовь, исчезая бесследно, подобно рассе на рассвете. В ответ на пространные изъяснения в любви, которыми было переполнено письмо настоятеля, я послала ему всего лишь это стихотворение. С тех пор, что бы ни писал, как ни упрашивал, я не отвечала, а уж о том, чтобы навестить, и вовсе не помышляла, отделываясь разными отговорками. Больше мы не встречались. Наверное, он разгневался, поняв, что так и не увидит меня до конца года, и вот однажды мне принесли письмо. В бумажном свертке лежало послание от моего дяди Дзенсёдзи. В нем говорилось. Прилагаю письмо настоятеля. Не могу выразить, как мне прискорбно, что дело приняло такой оборот. Тебе не следовало так упрямо избегать его. Ясно, что он горячо полюбил тебя не случайно. Это чувство, несомненно, возникло еще в прошлых его воплощениях, а ты так жестоко обошлась с ним. И вот, горестные итоги, поистине достойные сожаления, настоятель гневается также и на меня, и я трепещу от страха. Я развернула письмо настоятеля. Оно было написано на священной бумаге, предназначенной для обетов, уж не знаю, какого храма, из святилищ Кумано или из храма Конго-Будзи на святой горе Коя, которому подчинялся храм добра и мира. Сперва были перечислены имена всех шести с лишним десятков японских богов и буддийских заступников Японии, начиная с Индры и Брахмы, а дальше стояло. Кумано – комплекс синтаистских храмов, где почитались также и буддийские божества, был наряду с монастырем Кои, крупнейшим религиозным центром Средневековья, современная префектура Вакаяма. Конго-Будзи – один из храмов монастыря Коя. Индра и Брахма – индуистские боги, включенные в буддийский пантеон, считаются защитниками буддизма. С тех пор, как семи лет от роду я ушел от мира, чтобы следовать путем Будды, я денно и ночно истязал свою плоть, подвергая ее тяжким и мучительным испытаниям. Помышляя о ближних, я молился за благополучие земли и неизменное постоянство неба, помышляя о дальних, за то, чтобы всяк сущий на сей земле и я вместе с ними очистился от греха, обрел бы блаженство. Я верил, что сии мои душевные помыслы услышаны небожителями, защитниками святого учения и молитвы мои исполнятся. Но вот уже два года, как из-за греховной безрассудной любви, вселившейся в мое сердце по какому-то дьявольскому навету, я все ночи лью слезы тоски, мысленно представляя себе твой образ, а днем, когда, обратившись к священному извоянию, раскрываю свиток с начертанными на нем изречениями сутры, я прежде всего вспоминаю слова, которые ты говорила, вспоминаю твои речи, наполнявшие радостью душу, и на святом алтаре храню вместо сутры твои письма, ставшие для меня священными письменами. При свете лампад, озаряющих священный лик Будды, спешу прежде всего развернуть твои послания, дабы утешить сердце. Долго боролся я, но скрыть столь мучительную любовь невозможно, и я открылся Дайнагону Дзенсёдзе в надежде, что, может быть, с его помощью нам будет легче встречаться. Я верил, что ты питаешь ко мне столь же сильное чувство. Увы, теперь я понял, сколь несбыточны были эти надежды. Отныне я прекращаю писать тебе, отказываюсь от мысли о встречах. Не общаться, не говорить с тобой отныне больше не буду. Но чувствую, сколько раз не суждено мне будет переродиться в иное существование, любовь не покинет сердце, и, стало быть, мне уготован ад. Вечно пребудет со мной мой гнев. Никогда не наступит день, когда исчезнет моя обида. Все, чему доселе я посвятил свою жизнь, долгое послушание еще до обряда окропления главы и принятия монашеского обета, неустанное изучение священных сутр, заповедей вероучения Махаяны, суровое умерщвление плоти, которому я подвергал себя непрерывно, все это привело меня лишь к трем сферам зла. Обряд окропления главы Вступление в монашество знаменовалось целым рядом обрядов. Нагло остриженную голову, но вообращенного в знак отказа от мирской суеты, голову бреют нагло и мужчины, и женщины, крапили священной водой. Корни этого обряда восходят к древнеиндийскому обычаю крапить водой голову царя, вступающего на престол. Махаяна Санскрит — большая колесница, метафорическое обозначение широкого пути спасения, одно из направлений в буддизме, приверженцы которого считают возможным достижение нирваны не только монахами, но и мирянами. Учение Махаяны стало главенствующим в Японии. Три сферы зла Согласно буддийским религиозным представлениям, люди, грешившие при жизни, после смерти, будут ввергнуты в одну из трех сфер зла, то есть в ад, в царство голодных демонов или в царство скотов. Пусть нам не суждено встретиться вновь в этой жизни, все равно силой святого вероучения, приобретенной за долгие годы служения Будде, я сделаю так, что в последующей жизни мы вместе не зринемся в ад, дабы там повстречаться. С самого моего рождения, с первого вздоха, разумеется, когда я был младенцем в пеленках, того времени не упомню, но с семилетнего возраста, когда мне впервые обрили голову, и я стал монахом, ни разу не случалось мне делить с женщиной ложе или испытывать страсть к женщине, да и впредь не бывать такому. Раскаиваюсь, невыразимо казнюсь, что просил Дайнагона свести нас. Далее плотными строчками шли имена богини Аматерасу, бога Хатимана и еще многих богов и Будд. Боги, божества исконной японской религии Синто, Будды, уже обретшие вечную жизнь праведники, число которых неисчислимо. Последним Буддой был Шакьямуни, явившийся в земном воплощении, чтобы указать людям путь к спасению. Следующим Буддой станет Бодхисаттва Майтрея, японская Мироку, пришествие которого на землю состоится через миллиарды лет. От страха у меня волосы стали дыбом, я испугалась до дурноты, но, увы, что я могла поделать. В конце концов, я снова скатала его послание, завернула в ту же бумагу и отослала ему обратно, прибавив только стихи. Следов этой кисти не видеть мне больше, и вот, рукав увлажняя, над последним вашим посланием проливаю горькие слезы. С тех пор, как отрезала, больше от настоятеля известий не приходила. Со своей стороны мне тоже не о чем было ему писать, и я решила, что на этом наша связь прекратилась. Так, без каких-либо признаков примирения, завершился и этот год. С наступлением Нового года! Настоятель, по обычаю, всегда приезжал с поздравлениями во дворец. Приехал он и на сей раз, и государь тоже, как всегда, предложил ему угощенье. Это был тихий домашний ужин, происходивший, как обычно, у государя в жилых покоях, поэтому ни спрятаться, ни убежать я не могла. — Налей и поднеси вино настоятелю, — приказал государь. Я встала, но в то же мгновенье у меня внезапно хлынула носом кровь, потемнела в глазах, я почти лишилась сознания и, конечно, поспешила прочь со вгустейших глаз. После этого я слегла и дней десять пролежала в постели, не на шутку больная. Что сие означало? Мне казалось, это он, настоятель, своими проклятиями наслал на меня болезнь и невыразимый страх терзал душу. Во вторую луну прежний император Камаяма посетил государя и для его развлечения устроили состязание в стрельбе из малых луков. — Если ваша сторона проиграет, сказал государь Камаяма, представьте мне ваших придворных дам, всех без исключения высших и низших, а если мы проиграем, я представлю вам всех дам, служащих у меня. На то мы порешили. Оказалось, что проиграл наш государь. — Мы дадим знать, когда все подготовим для представления, сказал государь прежнему императору Камаяме, и тот отбыл, а государь призвал дайнагона «Суке-суэ» и начал с ним совещаться. Как лучше это устроить? Хотелось бы придумать что-то оригинальное. Посадить всех дам в ряд, как на праздновании Нового года, не слишком-то это интересно. Пусть лучше каждая будет представляться по очереди, словно гадальщику, предсказывающему судьбу по лицам, высказывали свои соображения вельможи, и тут государь предложил. Что, если устроить катание на лодках, как в повести о Гэнзи в главе «Бабочки»? Помните, там, где описано, как Мурасаки устроила прогулку на лодках в ответ на стихи «Сад в ожидании весны», полученные от императрицы Аки-Коному? Украсим нос и корму резными изображениями феникса и дракона. Но строить такие лодки было чересчур сложно, и это предложение тоже отпало. Что, если выбрать из числа придворных дам восемь старших по званию и по восемь среднего и младшего ранга, одеть их отроками, игроками в ножной мяч, и показать государе Камо-Яме, как они играют в мяч в Померанцевом саду? Пожалуй, это будет забавно. «Прекрасно! Отлично придумано!» Таков был общий глаз. Чтобы подготовить женщин, каждой назначили помощника старшим дамам-вельможу, средним-рядовых царедворцев, младшим-самураев-дворцовой стражи. Женщины должны были облачиться в кафтан, в хакама, опоясаться мечом, обуться в мужские башмаки и носки и появиться в этом мужском наряде. Какой невыносимый стыд нам приходилось терпеть. Мало того, ведь эта игра в ножной мяч, стало быть, все будет происходить не вечером, а средь бела дня роптали иные женщины. Всем до единой претила эта затея, но, увы, приказу нужно было повиноваться, делать нечего, началась подготовка. Моим опекуном назначили дайнагона санэканэ сайонзи. Я надела синий кафтан, широкие шаровары хакама и красное верхнее одеяние. К левому рукаву я прикрепила изображение маленькой скалы, вылепленная из ароматической смолы аквилярии, и пришила пучок белых нитей, они должны были изображать струи водопада. К правому рукаву прикрепила ветку цветущей сакуры, а по всему рукаву вышила ее же рассыпанные цветы. На шароварах были вышиты скалы, водопады и сплошь рассыпанные лепестки сакуры. Мне хотелось передать настроение, выраженное в строчках «Шум водопада и сторгающие слезы» из повести о Гэндзи. Госпожу Гон-дайнагон, опекал Су-Кэ-Суэ. Ее наряд состоял из кафтана и шаровар светло-зеленого цвета, на рукавах были вышиты цветы сакуры, на шароварах бамбук и на правой штанине маленький светильник, ее алые нижние косо-де были без подкладки. Все женщины изощрялись, каждая на свой лад, придумывая себе наряд. Наступил назначенный день. Когда мы, двадцать четыре женщины, одевались в большом зале дворца, специально разгороженном ширмами, каждая выглядела прелестно, зрелище было великолепное. Изготовили красивые мечи, оплетенные золотой и серебряной нитью. Было решено, что достаточно будет подкинуть мяч ногой на дворе, потом поймать его на рукав и, сняв башмаки, с поклоном положить мяч при дочи государя Камайямы. Все женщины, чуть не плача, всячески отказывались пинать мяч ногой, но среди старших фрейлин нашлась госпожа Син Эмон Носке, придворная дама государыни. Она, дескать, умеет искусно играть в мяч. Ее и заставили подкидывать мяч, оказывается, даже столь неприятная обязанность может иногда принести успех. И все же я нисколько ей не завидовала. А принимать мяч и класть его перед экс-императором Камайямой в тот день выпало на мою долю, ибо я была в числе восьми старших. Все было обставлено очень празднично и торжественно. Подняли бамбуковые шторы в обращенном к южному двору зале, там сидели оба прежних государей и наследник, пониже по обеим сторонам лестницы вельможи, еще пониже стояли царедворцы, каждый занял подобающее ему место. Когда женщины проходили вдоль ограды во двор, их сопровождали опекуны в ярких одеждах, они тоже постарались одеться как можно наряднее. «А теперь послушаем, как зовут этих женщин», сказал государь Камаяма. Он приехал днем. Пировать сели рано, и распорядитель Тамэката то и дело торопил нас скорее и скорее. «Да, да, сейчас», отвечали мы, «а сами всячески тянули время, так что наступила уже пора зажигать факелы». Вскоре все наши опекуны обзавелись факелами и при их свете представляли своих подопечных «это госпожа такая-то, девица такая-то». Услышав свое имя, названное женщина, соединив рукава, кланялась государю Камаями и проходила дальше. Когда наступил мой черед, я, право же, чуть не сгорела от стыда. Наконец, все собрались под деревьями, во дворе каждая встала на заранее назначенное место, стоило взглянуть на эту картину. Понятное дело, что мужчины и высокопоставленные, и незнатные смотрели на нас во все глаза. Я положила мяч перед государем Камаямой и хотела поспешно удалиться, но он задержал меня, и мне пришлось прислуживать за столом в столь неподобающем виде. Я сгорала от стыда. За несколько дней до праздника опекуны, разойдясь по комнатам своих подопечных, учили их, как причесываться, как надевать и носить кафтан, обуваться в башмаки, иными словами, всячески помогали. Нетрудно догадаться, что пока покровители оказывали эту помощь своим дорогим ученицам, между ними возникло немало тайных любовных союзов. В ответном состязании в стрельбе из лука победа досталась нашим стрелкам, и прежний государь Кама-Яма, проигравшая сторона, пригласил государя к себе во дворец Сага. Свою дочь, принцессу То Госе, в ту пору ей было тринадцать лет, и она воспитывалась у монахини Адзетти, он велел нарядить танцовщицей, исполнительницей ритуальной пляски Госетти. Девицы из ее свиты оделись служанками, и нам было дано представление, показано как бы репетиция этой священной пляски на помосте для танцев. Госетти — пляска, созданная в подражании танцу небесной феи, якобы явившейся в древние времена в лунную ночь одному из японских императоров и исполнившей перед ним необыкновенно красивый танец. Была устроена торжественная процессия. Вельможи шествовали в стеганых одеяниях, низшие царедворцы и чиновники шестого ранга в кафтанах, спущенных с одного плеча. В празднестве участвовали все дворцовые слуги и служанки, представление закончилось общей веселой пляской. все это было так интересно, что словами не передать. Чтобы продолжить праздник, снова устроили состязание, на этот раз проигравшим оказался наш государь. По этому случаю он решил устроить для государя Камы-Ямы в загородном дворце Фусима праздник женской музыки во дворце Рокудзио, как то описано в повести Агэнди. На роль Мурасаки назначили госпожу Хигаси. Принцесса Третья по-настоящему должна была бы играть на китайской семиструнной цитре. Тем не менее, эту роль поручили дочери деда моего Хёбукё, которая лишь недавно начала служить при дворе и умела играть только на тринадцатиструнной японской цитре. Хёбукё нарочно хлопотал, чтобы его дочери доверили эту роль. Принцесса Третья, одна из героинь повести о Гэнзи, о Касси, о Ки, Коному, Югири и другие упоминаемые далее персонажи, также являются действующими лицами этого произведения. Семиструнная или малая китайская цитра противопоставлена тринадцатиструнной японской цитре, играть на которой было значительно проще. С той минуты, как я узнала об этом, у меня почему-то испортилось настроение и пропало всякое желание участвовать в празднестве. Но, так как во время игры в мяч прежний император Камо-Яма удостоил меня ласковых слов, государь сказал мне, «Он знает тебя в лицо» и велел исполнять роль Ака-Си-но-уэ, будешь играть на лютне. Игре на лютне я начала обучаться с семилетнего возраста, сначала у дяди Тюнагона Маса-Митсу, и выучила несколько пьес, хотя и не очень увлекалась этим занятием. С девяти лет сам государь обучал меня музыке, и хотя до исполнения трех сокровенных мелодий я не дошла, но такие пьесы, как Сого, Мандзюгаку, все же усвоила и как будто неплохо. Когда покойный император Го-Сага отмечал свое пятидесятилетие, государь играл на лютней в отцовской резиденции во дворце Сиракава, я совсем еще девочка, в ту пору мне было десять лет, сопровождала его исполнение по-детски робким аккомпанементом. Император Го-Сага пожаловал мне тогда лютню в красном парчевом футляре, корпус был сделан из розового, а колки из красного сандалового дерева. Да и после того мне случалось играть на людях. Не скажу, чтобы я предавала своей игре чересчур большое значение, но сейчас, получив приказание играть на предстоящем празднике, испытывала неприятное чувство, мне почему-то очень не хотелось принимать участие в этой затее. Все же я стала готовиться. Одеться было приказано, как описан наряд «акаси-но-у-э» «светло-голубое и алое одеяние». Затем красновато-коричневое «косо-де», сверху длинное желтовато-зеленое и еще одно короткое желтое. Но меня все время сверлило мысль, отчего это из всех придворных женщин именно мне велели исполнять роль Акассии, самой низкорожденной из всех дам, описанных в прославленной повести. Может быть, мне сказали бы, что трудно было сыскать другую женщину, владеющую игрой на лютне, но ведь и госпожа Хигаси, исполняющая роль дамы Мурасаки, тоже не очень искусна в игре на цитре, она лишь недавно выучилась играть на ней. Или взять японскую цитру, на которой будет играть эта новенькая, которая вообще появилась во дворце без году недели, ей доверили роль принцессы третьей, а ведь, согласно повести, та играла на настоящей семиструнной китайской цитре. Нарочно устроили, потому что она не умеет на ней играть. Или взять, например, роль Ньо-го-но-ки-ми, ее поручили госпоже Ниссии, дочери главного министра Митимасы. Она будет занимать положение, равное Мурасаки, а мне велели сидеть там, где находятся места придворных дам в правом углу циновки. Порядок, мол, будет такой же, как и во время игры в мяч. Но почему, хотелось бы мне спросить? Такой порядок вовсе не соответствует значению исполняемой роли. Конечно, раз новенькая будет принцессой третьей, хочешь не хочешь, ей положено сидеть выше. Такие мысли теснились у меня в голове, но как бы то ни было, коль скоро так распорядился сам государь, стало быть, надо повиноваться, решила я, и вместе с государем приехала во дворец Фусими. Когда я увидела, как в тот же день эта новенькая приехала в нарядной карете в сопровождении целой свиты стражников самураев, мне вспомнилось мое прежнее процветание и стало горько на сердце. Вскоре прибыл и прежний император Камо-Яма и сразу начал сапир. Тем временем вышли все наши дамы, положили перед собой разные музыкальные инструменты, расселись по местам, все до мельчайших подробностей точь-в-точь, как описано в повести о Гэнзи в главе «Молодые побеги». Наш государь, ему предназначалась главная роль самого принца Гэнзи и прежний император Камо-Яма, исполнивший роль военачальника Югири, должны были выйти в зал, когда все приготовления будут закончены. На флейте и флажолете предстояло играть, если не ошибаюсь, тюдзё тоину и канетаде. Они должны были сидеть на ступеньках, ведущих из зала в сад, но сперва следовало по порядку усесться женщинам. Тем временем в глубине дворца государь и прежний император Камо-Яма сидели за пиршестиной трапезой, после чего должны были выйти к нам. Тут внезапно появился мой дед Хё-Букё. Оглядел, как уселись женщины и громогласно заявил «Неправильно». Такой порядок не годится. Принцесса третья намного более благородная дама по сравнению с Акасией. К тому же ее роль исполняет тетка, а роль Акаси племянница. Ясно, что хотя бы в силу родственных отношений тетка выше племянницы. Да и я старше по званию, чем был покойный отец Нидзё. Почему же моя дочь сидит ниже Нидзё? Пересядьте, как подобает. В это время подошли Дайнагоне Цзэнсёдзи и Санэкане Сайондзи, стали говорить, что так изволил распорядиться сам государь. Но Хё-Букё продолжал твердить, кто бы что ни приказал, такого быть не должно. И хотя сперва с ним пытались не согласиться, никто больше не возражал. Государь находился далеко, докладывать о таких делах во время пира тоже было неудобно, и в конце концов мне пришлось пересесть на нижнее место. Мне опять вспомнилось почетное положение, которое я занимала в былое время во дворце Рокюдзё, и мне стало невыразимо горько на сердце. Да и при чём тут родственные отношения, кто из нас тётка, а кто племянница? Ведь немало людей родится от матери простолюдинки. Так что же, прикажете почитать такую низкорождённую, мол, это бабка, а это тётка? Мыслимо такое. Подобное бесчестие терпеть не стоит, решила я, встала и покинула зал. Вернувшись к себе в комнату, я сказала служанке, если государь меня спросит, отдашь ему это письмо. А сама уехала в Кобаяси к госпоже Иё, кормилице моей матери. Она служила у принцессы Сан-Ёмон-Ин, а когда та скончалась, постриглась в монахине и жила неподалёку от могилы принцессы в храме мгновенного превращения Сокудзёйн в местности Кобаяси. Вот к этой-то госпоже Иё я и поехала. А к письму адресованному государю приложила, завернув тонкую белую бумагу, разрезанную пополам струну лютни и написала «Изведав невзгоды, и жалкий свой жребий приняв, отныне навеки зарекаюсь я в жизни бренной прикасаться к заветным струнам». «Если меня будут искать, скажешь, уехала в столицу», сказала я своей девушке и с этим покинула Фу-Си-Ми. Потом мне рассказывали, что наполовину закончив пиршество, государь и прежний император Кама-Яма, как и было намечено, вышли в зал, но на месте, где полагалось сидеть Акаси, никого не было, никто не умел играть на лютни. Государь спросил, что случилось, и когда госпожа Хигаси рассказала ему все, как было, сказал, понятно, у Нидзио были все основания так поступить, и послал за мной в мою комнату. Там служанка, как я и приказала, подала мое письмо и сказала, что я отбыла в столицу. Так был расстроен и испорчен в тот день весь праздник, а стихотворение, что я оставила, увидел государь Кама-Яма. «Прекрасные стихи», сказал он, «без Нидзио сегодняшние музыкальные выступления навряд ли будут интересны, я возвращаюсь к себе, а это стихотворение возьму на память». И с этим отбыл. Так и не пришлось этой новенькой похвастаться своим искусством игры на цитре. А люди толковали между собой, «Хёбу Кё, кажется, вовсе из ума выжил, Нидзио поступило и умно, и красиво». На этом все и закончилось. На следующее утро государь ни свет ни заря прислал людей разыскивать меня в дом кормилицы на улицу Оомия, потом в усадьбу Рок-Каку Кусигэ к отцовой мачехе, но всюду отвечали, что я там не появлялась. А я решила, что это происшествие и удобный случай, чтобы уйти наконец от мира. Но в конце двенадцатой луны я заметила, что опять понесла, и, стало быть, обстоятельства снова мешали осуществлению заветных моих стремлений. «Буду скрываться, пока не разрешусь от бремени», думала я, «а после родин сразу приму постриг». Я поклялась больше никогда в жизни не касаться струн лютни и пожертвовала фрам бога Хатимана лютню, полученную в дар от покойного государя Го-Саги. На обороте разных бумаг, оставшихся от покойного отца, я написала выдержки из текста священной сутры и тоже отдала в храм, а на обертке написала стихотворение, «Как память о лютне, с которой навек расстаюсь, всем суетном мире, да прибудут слова закона, что моей начертаны кистью». Подумать только, в позапрошлом году, такой же третьей луной, в тринадцатый день настоятель впервые поведал мне о любви, напомнив строчки, ах, осенней порой не могу я пройти мимо Хаги и цветов не нарвать, пусть в рассе до нитки промокнет платье, затканное луноцветом. Потом, в прошлом году, в двенадцатую луну, он прислал то страшное письмо, в котором проклинал меня, и вот уже совсем скоро, в этом году, тоже, в третью луну, и как раз в тринадцатый день я покинула дворец, где прослужила долгие годы, навечно рассталась с лютней, а мой дед Фёбукё, которого я считала за родного отца, гневается на меня и, как мне рассказали, говорит, пока я жив, не видать ей больше дворца, если она способна убежать и скрываться из-за того, что ей пришлись не по сердцу мои слова. Но если так, что ждет меня впереди, будущее казалось мне мрачным. Отчего же все так случилось, тревогой думала я. Как я и ожидала, государь повсюду меня разыскивал. Снежный рассвет тоже искал по всем монастырям, буддийским и синтаистским, однако я по-прежнему пряталась, неизменная в твердом решении скрываться, и тайно перебралась в женский монастырь при храме Дайго к настоятельнице Син-Ган-Бо. Меж тем наступила четвертая луна, предстоял праздник Мальвы. Праздник Мальвы в четвертую луну синтайский храм Ка-Мо в столице устраивал пышный праздник. Это было одно из самых излюбленных зрелищ, собиравшее многочисленных зрителей. В этот день повсюду можно было видеть цветы китайской Мальвы, которыми украшали кареты, одежду и так далее. Центральным моментом празднества было торжественное шествие из дворца в храм. Для знати сооружались специальные помосты, с которых можно было наблюдать шествие. Придворные дамы присутствовали, не выходя из карет. Мне рассказывали, что мой дед Хабукё готовит ложи-помосты для зрителей праздничного шествия и по этому случаю хлопочет и суетится. Ожидалось прибытие обоих прежних государей. Толки этим донеслись до меня как вести из чужого далекого мира. В этом году той же четвертой луной предстояло отпраздновать одно за другим совершеннолетие царствующего императора Го-Уды и наследника принца Хирохито. Царствующий император Го-Уда 1267-1324 годы правления 1275-1287 сын императора Камо-Ямы. Такие церемонии положено совершать вельможи почтенных лет в должности Дайнагона. Однако дед мой Хэбукё находился уже в отставке и потому его участие в торжестве сочли нежелательным. И вот чтобы показать свою безраздельную преданность императору он заявил что хочет вновь всего на один единственный день стать действительным Дайнагоном как бы заняв на время эту должность у своего сына Дайнагона Дзинсёдзи. Прекрасная мысль удостоился дед высочайшего одобрения. Указ был дан. Дед снова на время превратился в действительного советника Дайнагона и в таковом качестве совершил церемонию августейшего совершеннолетия. Дяди Дзинсёдзи обещали что после окончания торжеств ему сразу вернут прежнюю должность. Вышло однако по-другому. Дед постарался чтобы должность Дайнагона пожаловали вельможи Цунэтоо. Таким способом он хотел обеспечить продвижение по службе своему младшему сыну Такайоси сводному брату Дзинсёдзи несмотря на то что именно этот последний был старшим сыном. Глубоко обиженный Дзинсёдзи решил что получил отставку без всяких к тому оснований. Разгневанный нарочитыми происками отца он не захотел оставаться с ним под одной крышей уехал в дом тестя Тюнагона Кудзё и там безвыездно затворился. Эта новость меня буквально ошеломила. Хотелось тотчас же навести дядю выразить ему мое искреннее сочувствие но опасаясь людской молвы я ограничилась тем что послала ему письмо открыв где нахожусь и просила его приехать. Вскоре пришел ответ Я не находил себе места от беспокойства услышав о твоем исчезновении писал Дзинсёдзи и теперь счастлив узнать что ты жива и здорова сегодня же вечером приеду хочется поговорить обо всем тяжелым и грустным что пришлось пережить в тот же вечер он приехал ко мне четвертая луна уже подходила к концу молодая зелень одела окрестные долины и горы на фоне зеленых крон вся в цвету белела поздняя сакура озаренная ярким лунным сиянием а в густой тени под деревьями то бродили то застыв неподвижно стояли олени эту дивную картину хотелось нарисовать в ближних храмах звонили колокола возвещая наступление ночи голоса распевающие молитвы звучали совсем рядом с галереей где мы сидели и фигуры монахинь в простых суровых одеждах были исполнены грустной прелести даже дайнагон зен сёдзи обычно такой беспечный самоуверенный был растроган до глубины души длинные рукава его шелкового охотничьего кафтана казалось насквозь промокли от слез я уже решил было отринуть все узы любви и долго и вступить на путь Будды говорил он но покойный дайнагон твой отец так тревожился о тебе так просил не оставить тебя заботой и я подумал что с тобой будет если я тоже уйду от мира вот они цепи которыми человек прикован к этому миру он прав в своем желании постричься ведь я тоже приняла такое решение так зачем бы теперь уговаривать его остаться в миру подумала я и мне стало так скорбно при мысли что придется с ним разлучиться что ни единого сухого местечка не осталось на рукавах моего тонкого одеяния как только я разрешусь от бремени я сразу уйду от мира затворюсь где-нибудь в глуши гор сказала я и вы тоже стало быть решили принять постриг спросила я растроганная до глубины души так мы беседовали открыв друг другу все что было на сердце а письмо настоятеля я видел его ужасно сказал Дзен Сёдзи конечно моей вины тут нет но мне стало страшно и вот не прошло много времени как видишь что случилось и с тобой и со мной и впрямь думается это проклятие настоятеля знаешь когда ты исчезла и государь разыскивал тебя повсюду где только можно как раз в это время настоятель приехал во дворец он уже возвращался к себе в обитель когда встретил меня у главных ворот правда ли что толкуют а Нидзё спросил он да никто не знает куда она скрылась ответил я и тут настоятель уж не знаю что было у него при этом на уме остановился некоторое время молчал закрыв лицо веером чтобы скрыть слезы а потом произнес в трех мирах не обрящите вы покоя в печь огненную они для вас обратятся и при этом он казался таким несчастным таким убитым в трех мирах то есть в прошедшем настоящем и будущем никаких слов не хватит чтобы передать его состояние представляю себе что творилось в его душе когда вернувшись в обитель он обратился с молитвой к Будде так говорил Дзен-Сёдзи а я слушая его снова вспомнила как сияла луна в ту ночь когда настоятель написал мне но печально струит с предрассветных небес сиянье ясный месяц осенней ночи и раскаивалась зачем я была тогда так упряма и непреклонна зачем сказала ему такие жестокие слова и слезы увлажнили мои рукава уже стало светать и Дайнагон опасаясь людской молвы поспешил с отъездом шутливо сказав возвращаюсь совсем как будто после любовной встречи но тут же переменив тон добавил когда станешь монахиней вспоминая очарование этой ночи и грусть утреннего прощания в скорбный час позабыв что на свете лишь непостоянство наш извечный удел я от боли душевной плачу увлажняю рукав слезами поистине так уж повелось что жизнь в миру полна горе мы знаем это и все-таки страдаем и плачем сказала я а когда приходится расставаться как нынче сердце прямо рвется от боли и на его стихи ответила тоже стихотворением что с того если скорбь суждено в этом мире изведать многим крови тебя или нам и впредь со смирением принимать подобные муки дайнагон санэканэ цайонзи акэбона снежный рассвет сокрушаясь о моем исчезновении на двадцать семь дней затворился для молитвы в храме Касуга на одиннадцатые сутки он увидел меня во сне как живую перед вторым павильоном храма и сразу же поспешил домой по дороге кажется где-то у рощи глициний ему повстречался слуга моего дяди дзен-сёдзи с ларцом для писем в руках и дайнагон словно ему подсказывал какой-то внутренний голос сам обратился к этому слуге не прибегая к посредничеству своих провожатых ты идешь из монастыря дайго когда состоится пострижение госпожи нидзио день уже назначен слуга решив что говорившему все известно со спокойной душой ответил вчера вечером ее навещал дайнагон дзен-сёдзи и я только что отнес ей его послание мне неизвестно когда именно состоится пострижение госпожи нидзио но когда бы это не случилось обряд обязательно состоится это я знаю точно стало быть она здесь обрадовался снежный рассвет велел спешиться сопровождавшему его слуге и тут же отправил его коня в дар храму Касу-Га в благодарность за полученное во сне откровение а сам чтобы не давать пищу толком и пересудам остановился в верхнем храме Дай-Го в келье у знакомого монаха ничего об этом не ведая я сидела на крытой веранде и любуюсь летней зеленью слушала рассказ настоятельницы о святом учителе Дзен-До как вдруг поближе к вечеру без всяких предупреждений кто-то поднялся на веранду я подумала что это кто-нибудь из монахинь но шуршание шелковых одеяний напомнило мне шелест придворной одежды я оглянулась а этот человек чуть приоткрыв раздвижную перегородку сказал как ты не пряталась божий промысел помог мне найти тебя и я увидела что то был снежный рассвет как он сумел отыскать меня учащенно забилось сердце но было уже поздно я сказала только жизнь в миру мне постыла вот я и решилась покинуть дворец но зла ни на кого не держу и вышла к нему как всегда он говорил мне слова любви и откуда только они у него брались и по правде сказать я внимала им с тайной грустью но коль скоро я твердо решилась следовать путем Будды то вернуться во дворец нет этого мне не хотелось но в то же время кто еще пожалел бы меня в моем теперешнем положении кто стал бы разыскивать навещать ведь государь не охладел к тебе сказал он мыслимое ли дело из-за старческих выходок Хёбюкё решиться на подобный поступок хоть на этот раз послушайся государя вернись во дворец уговаривал он меня проведя со мной весь следующий день отсюда он послал письмо Дайнагону Дзенсёдзи как не скрывалась госпожа Ницё я все-таки разыскал ее писал он хотелось бы повидаться с вами непременно ответил Дзенсёдзи и в тот же вечер опять приехал оба проговорили всю ночь утешаясь за чаркой Сакэ на рассвете когда пришло время прощаться Дзенсёдзи сказал ему на сей раз и впрямь пожалуй было бы лучше если бы вы сообщили государю где находится Ницё на том и договорившись оба уехали а мне было так жаль расставаться с ними что захотелось хотя бы проводить их в дорогу я вышла Дайна Гонзенсёдзи был в шелковом охотничьем кафтане узор ткани изображал цветы вьюнка увившие изгородь во избежание пересудов и сплетен он уехал еще затемно а снежный рассвет в тонком пропитанном ароматами кафтане коричневатых тонов вышел на веранду когда в предутреннем небе еще ярко сиял заходящий месяц и пока его люди готовили карету любезно приветствовал настоятельницу я очень рад что случай привел меня познакомиться с вами в нашем убогом приюте отвечала и на настоятель мы уповали лишь на явление будды в наш смертный час но благодаря неожиданному приезду госпожи нить зо смогли удостоиться посещения такого знатного гостя как вы это великая честь для нас да в поисках госпожи нить зо я обошел все горы и долы но нигде ее не нашел тогда я решил просить помощи у бога горы микаса приехал в храм касуга и там она явилась мне в сновидениях я прислушивалась к их задушевной беседе и мне вспомнилась повесть о сумиосе повесть о сумиосе роман из придворной жизни переработанной в начале тринадцатого века на основе более древнего оригинала ныне утраченного снежный рассвет показался мне похожим на военачальника сумиосе меж тем возвещая наступление утра ударил колокол как будто напоминая что пришла пора расставаться и он уехал я уловила что перед тем как сесть в карету он что-то тихо про себя шепчет и уговорила сказать это были стихи о печалях своих позабыл я но звон колокольный возвещает зарю и летят напрасные пени в небеса к луне предрассветной он ушел я с грустью смотрела ему вслед к звону колоколов добавляет печаль и унынье тусклый отблеск луны осветивший нашу разлуку и проникший горечью в сердце день я провела размышляя о том что на пути к монашескому обету снова возникли передо мной помехи поистине сказала мне настоятельница господа давали вам правильные советы до сих пор мы решительно отвечали всем посланцам государя что вас здесь нет но теперь я боюсь далее вас скрывать поезжайте вновь в Кобаяси ее можно было понять я попросила дядю дзен сёдзи прислать мне карету и уехала в фу-семи в усадьбу Кобаяси день прошел без каких-либо происшествий госпожа и ее кормилица моей матери сказала чудеса да и только из дворца то и дело справлялись нет ли здесь нидзё сам Киёнага не раз наведывался я слушала ее речи и мне казалось что перед глазами встает образ настоятеля сказавшего в трех мирах не обрящите вы покоя в пещу огненную они для вас обратятся и против воли в душе накипала горечь отчего это в моей жизни все складывается так печально так сложно с неба подернутого дымкой дождя как это часто бывает весной донесся ранний голос кукушки живущей верно в роще на горе Отова и я сложила стихотворение ты спроси отчего снова влажен рукав мой кукушка с омраченной душой я смотрю в рассветное небо и слезу за слезой роняю на дворе еще глубокая ночь а колокол в храме фу-семи уже будет людей ото сна монахини встают идут на молитву я тоже поднимаюсь с постели читаю сутру и вот уже солнце высоко стоит в небе и мне опять приносят письмо от снежного рассвета приносит тот самый слуга который когда-то срубил колючий кустарник в ограде у дома моей кормилицы в начале снежный рассвет писал о том как горе сто ему было расставаться со мною минувшей ночью а далее стояло ты верно тревожишься было в письме как поживает наше дитя с которым ты рассталась той памятной ночью словно во сне этой весной девочка захворала и при том тяжело я справился у гадальщика и он сказал мне что наша дочка больна так тяжко от того что ты все время о ней тоскуешь думаю что гадальщик по всей вероятности прав ведь связь между матерью и детятей не разрубишь не разорвешь когда ты вернешься в столицу я непременно устрою чтобы ты повидала свое дитя что я могла сказать до сих пор я не так уж сильно тосковала или скучала по девочке однако недаром сказано но нежданно на горной вершине из глубинных корней прорастает древо печали случалось я с грустью думала сколько же ей исполнилось нынче лет и уж конечно не могла забыть ее личико на один короткий миг мелькнувшая перед моими глазами я предчувствовала что когда-нибудь буду горько жалеть если так и не увижу рожденного мной ребенка я ответила известие о болезни девочки огорчило меня до глубины души мне очень хотелось бы повидать ее как только это будет возможно это новое горе целый день томило мне сердце я со страхом ждала новых известий когда стемнело я решила провести всю ночь на молитве и пошла в храм там уже сидела читая сутру пожилая монахиня до меня донеслись слова просветление в нирване это вдохнуло в меня надежду как вдруг на дворе послышался скрип открываемых ворот донеслись громкие голоса ничего не подозревая и уж вовсе не догадываясь кто бы это мог быть я чуть приотворила раздвижную перегородку у алтаря возле самого священного извояния и что же оказалось это пожаловал в полонкине сам государь в сопровождении всего лишь одного двух дворцовых стражей и нескольких чиновников низшего ранга это было так неожиданно что с трудом сохраняя спокойствие я так и осталась неподвижно сидеть на месте но наши взгляды встретились и прятаться бежать было уже поздно наконец-то удалось отыскать тебя обратился ко мне государь выйдя из полонкина но я не находя слов молчала отправьте назад полонкин и пришлите карету приказал он я приехал оттого что ты собралась принять постриг говорил он пока ждал прибытия кареты и спрашивал рассердившись на хёбукё ты решила заодно рассердиться и на меня и упрёки эти и впрямь казались мне справедливыми я подумала что это удобный случай расстаться с миром где на каждом шагу приходится терпеть горе сказала я я находился во дворце сага когда неожиданно узнал что ты здесь продолжал государь и решил приехать сам а не посылать людей как обычно боялся что ты опять куда-нибудь ускользнёшь государь притворился будто едет во дворец фу-семи и самолично за мной приехал не знаю как ты ко мне относишься сказал он но я безмерно тосковал без тебя всё это время так и ещё на разные лады твердил он и я по своей всегдашней слабости духа дала уговорить себя и вместе с государем села в карету всю ночь напролёт он говорил мне что знать ничего не знал что отныне никогда не допустит чтобы ко мне непочтительно относились и клялся призывая в свидетеля священное зерцало и бога хатимана так что меня невольно даже охватил трепет в конце концов я обещала что буду служить во дворце по-прежнему но мне было грустно при мысли что время принять постриг снова от меня отдалилось священное зерцало атрибут богини аматы расу нередко слова священное зерцало заменяют упоминание самой богини чтобы лишний раз не произносить священное имя в суе с рассветом мы приехали во дворец в моей комнате было пусто все вещи отправлены домой на первых порах пришлось приютиться в комнате тетки госпожи кё-го-ку мне было грустно и тягостно снова повиноваться уставу дворцовой жизни вскоре в самом конце четвертой луны там же во дворце свершился обряд надевания пояса о многом вспоминалось мне в этот день и так детячий облик остался у меня в памяти как мимолетное сновидение все продолжало хворать и вот меня пригласили в дом к каким-то совсем незнакомым людям там я увидела свою дочь сперва я хотела пойти на свидание с ней в пятый день пятой луны это была годовщина смерти моей матери я собиралась поехать домой чтобы побывать на могиле и думала что заодно смогу встретиться с девочкой но снежный рассвет решительно возразил пятая луна и вообще-то считается временем удаление а уж тем более видеть ребенка после посещения могилы это сулит несчастье поэтому я отправилась в указанное мне место в последний тринадцатый день четвертой луны девочка была одета в цветастое темно-красное кимоно личика обрамляли густые волосы мне сказали что начиная со второй луны ей начали отращивать волосы она показалась мне совсем такое же как в ту ночь когда я разлучилась с ней лишь мельком ее увидев и сердце у меня забилось случилось так что супруга снежного рассвета разрешилась от бремени как раз одновременно со мной но новорожденное дитя умерло и снежный рассвет выдал мою девочку за своего ребенка поэтому все уверены что она и есть та самая его девочка впоследствии я предназначу ее для императора пусть она служит во дворце сперва младшей а потом и старшей супругой оттого мы и бережем ее пуще глаза сказал он и когда я услышала это то невольно подумала стало быть для меня она отрезанной ломоть хоть может быть мне матери грешно было так думать а государь ведь он ни сном ни духом не догадывается как бессовестно его я обманула он уверен что я предана ему безраздельно страшно подумать как я грешна кажется это было восьмую луну во дворец пожаловал министр коноэ рассказывали что государь инок го сага перед своей кончиной сказал отныне служи верой правдой моему сыну го фу кокусе с тех пор министр очень часто бывал у нас во дворце государь со своей стороны всегда оказывал ему любезный прием вот и на этот раз в жилых покоях государя министру было подано угощение как же так сказал он увидев меня я слыхал будто вы исчезли неизвестно куда где же в какой глуши вы скрывались да чтобы отыскать ее нужно было быть чародеем но мне все-таки в конце концов удалось найти ее на горе пен лай ответил государь гора пен лай одна из трех волшебных гор в океане где по даоссским поверьям обитают бессмертные вообще-то старческие выходки хабукё возмутительны снова сказал министр а уход со службы дайнагона дзен сёдзи меня крайне огорчило это событие но и дела творятся теперь при дворе а вы что же неужели впрямь решили навсегда бросить лютню опять обратился он ко мне я молчала да нидзё дала обет богу хатиману что не только сама не возьмет в руки лютню до конца своих дней но и всем своим потомкам закажет отвечал за меня государь такая молодая уже приняла такое горестное решение сказал министр все отпрыски семейства кога очень дорожат честью своего рода семейство старинное ведет свое происхождение со времен императора маруками до ныне сохранилась только эта ветвь кога все отпрыски семейства кога очень дорожат честью своего рода семейство кога вело свое происхождение от рода мураками кэндзи а те в свою очередь считали себя потомками императора мураками 926 967 годы фамилию кога получил дед нидзи по отцовской линии главный министр масамицу кога на кацуна муж кормилицы госпожи нидзи потомственный вассал дома кога мне говорили что мой брат канцлер сочувствую ему пригласил его к себе на службу но на кацуна отказался он дескать потомственный вассал кога тогда канцлер собственноручно написал ему что не видит препятствие к тому чтобы на кацуна одновременно стал и его вассалом потому что дом кога так родовит что его нельзя равнять с прочими благородными домами хюбу кё был совершенно неправ настаивая чтобы его дочь сидела выше нидзио только потому что приходится нидзио теткой а прежний император камаяма в беседе с моим сыном бывшим канцлером мотатадой сказал между прочим что поэтический дар лучшее украшение женщины тонка сложенная госпожой нидзио и при том в столь грустных для нее обстоятельствах глубоко запала ему в душу и еще он сказал что дом кога вообще издавна славился поэтическим дарованием искусство стихсложения передается у них из рода в род на протяжении восьми поколений вот и нидзио даром что еще совсем молода отличается незаурядным талантом у прежнего государя камаямы во дворце служит некий накайори вассал дома нидзио от него государь узнал что нидзио исчезла и ее разыскивают по всем монастырям по всем храмам буддийским и синтоистским государь камаяма сказал что и сам тревожится что с ней сталось это его собственные слова трапеза продолжалась и за угощением министр сказал еще вот что мой сын тюнагон канетада весьма изрядно слагает песни и мое очень хотелось чтобы государь если возможно поведал ему свои секреты стихосложения государь согласился но заметил здесь в столице это неудобно лучше займемся этим в загородном дворце фу-семи он объявил что отлучиться до послезавтра и быстро собрался в путь выезд состоялся неофициальный поэтому сопровождающих было совсем немного кушанье в дорогу взяли только самые простые несложные помнится занималась этим одна лишь госпожа Бетто из-за того что я лишь недавно разрешилась от бремени и к тому же часто переезжала с места на место я очень схудала и кроме того обносилась но раз приказ гласил поезжай пришлось ехать после того случая дед мой Хе Букё вовсе перестал бывать во дворце и я тревожилась как же мне собираться в чем ехать ведь мне вовсе нечего надеть к счастью как раз в это время снежный рассвет прислал мне набор Косо Де цвета менялись от бледно-желтого к зеленоватому парадную красную накидку вышивка изображала унизанные каплями росы осенние травы еще одно шелковое Косо Де с узкими рукавами и шаровары Хакама поистине я больше чем когда-либо обрадовалась его подарку с нами ехали министр Конноэ и его сыновья Тюнагон Канетада и прежний канцлер Мото Тада а из свиты государя только Дайнагон Санэ Канэ Сайондзи и вельможи Мити-Йори и Моротика усадьба Кудзё где проживал теперь Дайнагон Дзен-Сёдзи находилась недалеко от дворца его часто к нам приглашали говоря что хоть он и удалился с императорской службы но уж к нам то во дворец приехать бы можно без стеснения однако он всякий раз отказывался ссылаясь на то что из дома никуда не выходит несмотря на это все-таки опять послали за ним придворного Киоанагу и на сей раз он в конце концов приехал в Фу-Си-Ми и привез с собой двух замечательных певиц и танцовщиц Сира-Бёси впрочем до поры до времени об этом никто не знал Сира-Бёси профессиональной исполнительницы песен и плясок выступали в мужском наряде но после того как в нижнем дворце закончилось обучение искусству стихосложения Дзен-Сёдзи объявил что здесь присутствуют две Сира-Бёси государь очень заинтересовался и тотчас же приказал их позвать оказалось что это сестры старшая была в темно-алом одинарном Косо-Де и в Шаровара-Хакама ей было уже за двадцать младшая в бледно-желтом полосатом кафтане на рукавах были вышиты лепестки кустарника Хаги и в широких Хакама старшую звали Харугику весенняя хризантема младшую Вакагику юная хризантема после того как они спели несколько песен государь пожелал увидеть пляску Сиробёси отнекивались мы не привезли с собой барабанщика но барабанщик удалось отыскать и отбивать ритмы стал Дайнагон Зенсёдзи сперва плясала юная хризантема после этого государь повелел старшая тоже старшая всячески отказывалась говоря что давно уже не плясала и всё забыла но государь просил её очень ласково и она в конце концов согласилась это был дивный изумительный танец государь пожелал чтобы танец был не слишком коротким и она исполнила пляску словословие поздней ночью Сиробёси уехали но государь даже не заметил этого так сильно он захмелел ночью нам предстояло дежурство а на завтра отъезд пока государь почивал у меня нашлось небольшое дело в павильоне Цуцуи и я туда отправилась ветер шумевший в соснах веял прохладой звон цикад навевал печальные думы был час когда долгожданная луна уже сияла на небосводе озаряя ясным светом всю землю кругом всё дышало грустным очарованием я даже не ожидала что здесь так прекрасно я уже шла назад проходила мимо одного из строений в самом неубранном виде в одном лишь лёгком банном одеянии ведь мы находились в загородном дворце отдалённой горной усадьбе и при том я была уверена что все давно спят как вдруг из-за бамбуковой шторы выснулась чья-то рука и ухватила меня за рукав я громко закричала от страха решив что это конечно же оборотень но услышала слова тише ночью нельзя кричать а то лесовик придёт накличешь беду по голосу я узнала министра в испуге молча хотела вырвать рукав и убежать рукав порвался но министр всё равно не отпустил меня и в конце концов втащил в дом за штору кругом не было ни души что вы делаете воскликнула я но это не помогло он стал говорить что давно уже меня любит и другие давно знакомые приевшиеся слова вот не было печали подумала я а он продолжал на все лады твердить о своей любви но его речи показались мне очень безвкусными заурядными вся во власти единственного желания как можно скорее вернуться в комнату к государю я твердила что государь среди ночи может проснуться и наверное зовет меня под этим предлогом я пыталась уйти в таком случае обещай что снова придешь сюда как только улучшишь время сказал министр я обещала потому что не было иного способа избавиться от его домогательств поклялась призывая в свидетели всех богов и в конце концов убежала в страхе за наказание ожидающие меня за эти ложные клятвы а меж тем государь проснувшись пожелал продолжить веселье собрались люди и опять пошел пир горой государь досадовал зачем слишком рано отпустили юную хризантему выразил желание увидеть ее еще раз и решил остаться для этого во дворце фу-семи на весь завтрашний день услышав что его желание будет исполнено он остался очень доволен много пил и так переусердствовал что снова уснул а я вся в смятении так и не сомкнула глаз до рассвета сились уразуметь сном или явью было то что случилось ночью возле павильона цу-цуи на следующий день ответный пир давался от имени государя распорядителем он назначил вельможу сукетаку приготовили целые горы яст и напитков снова приехали вчерашние танцовщицы было особенно оживлено и шумно ведь пир давал сам государь старшие танцовщицы преподнесли золоченый кубок на подносе из ароматного дерева а в кубке три мускусных мешочка младший один мешочек в кубке из лазурита на золоченом подносе веселились пока не ударил полночный колокол и опять заставили плясать юную хризантему а когда она запела песню раскололась пополам изваяние фу-до у священника со-о и дошла до слов наш священник весь во власти нежный страсти грешной страсти дайнагон зэнсёдзи бросил на меня многозначительный взгляд мне и самой кое-что вспомнилось и стало так страшно что я сидела словно окаменев напоследок все пустились в беспорядочный пляс и вечер закончился среди разноголосого шума фу-до санскритская акала один из пяти пресветлых богов защитников буддизма индуистское божество включенное буддизмом в свой пантеон грозный бог фу-до способный устрашить любого врага святого учения буддизма изображается на фоне языков пламени государь улегся в постель я растирала ему плечи и спину а вчерашний мой воздыхатель подошел к самой опочивальне и принялся меня звать выйдите на два слова но как же я могла выйти я вся съежилась прямо оцепенела а он продолжал хоть на минутку пока государь спит иди скорее я позволяю шепнул мне государь эти слова его были для меня горше смерти я сидела в ногах постели так государь даже схватил меня за руку и силой заставил встать волей-неволей пришлось пойти я отпущу вас как только государь проснется сказал министр и пусть на сей раз грех свершился вопреки моей воле слов не хватает чтобы передать какую муку я испытала при мысли что государь нарочно притворяется спящим и слышит все любовные речи все до единого словечка которые говорил мне министр на той стороне тонкой перегородки я все время заливалась слезами но министр был так пьян что отпустил меня лишь под утро когда же я снова вернулась к государю и прилегла возле его постели он нисколько не понимая что творится у меня на душе показался мне даже более веселым и оживленным чем всегда и это было мне нестерпимо больно днем мы должны были вернуться в столицу но министр сказал что танцовщицы еще здесь потому что им жаль расставаться с государем побудьте еще хотя бы денек очередь устраивать пир была теперь за министром и мы остались я горевала что опять придется мне пережить у меня не было здесь своей комнаты я просто нашла местечко чтобы отдохнуть прилегла ненадолго и тут мне принесли письмо сперва шли стихи образ твой что в ночи промелькнул мимолетным видением я не в силах забыть и в душе остался навеки аромат рукавов летучий дальше министр писал сегодня утром я испытываю неловкость уж не проснулся ли давечий государь почевавший так близко от нас я ответила ах быть может и впрямь это был только сон мимолетный кто бы видел теперь рукава мои что пропитались потаенных слез росной влагой государь уже несколько раз присылал за мной пришлось пойти как видно он почувствовал что я страдаю из-за того что случилось минувшей ночью потому что казался оживленнее и веселее чем обычно но мне это было еще обиднее снова начался пир но сегодня пока еще не слишком стемнело государя пригласили на прогулку на лодках и мы поехали в Фусими когда сгустилась ночь позвали рыбаков искусных в приручении бакланов к корме августейшего судна привязали лодку с бакланами и показали государю как ловят рыбу с помощью птиц рыбаков было трое государь пожаловал им одежду со своего плеча после возвращения снова началось угощение пошло в ход саке и государь опять напился допьяно ближе к рассвету министр снова прокрался к опочевальне сколько ночей подряд приходится ночевать в чужом непривычном месте послышались его речи это так неприятно да и вообще здесь фу семи местность очень унылая никак не уснуть прошу вас зажгите в моей спальне огонь а то досаждают какие-то противные мошки мне было отвратительно слышать это но государь опять сказал ну что же ты почему не идешь и эти его слова причинили мне нестерпимую боль простите меня стариказа и причуды без всякого смущения говорил министр чуть ли не возле самого изголовья государя наверное вам противно смотреть как я схожу с ума от любви но в прежние времена тоже случалось что пожилой мужчина становился благодетелем молодой особы такой союз приводил к долгому покровительству мне было больно и горько слушать эти слова ну что я могла поделать а государь по-прежнему в самом благодушном расположении духа сказал мне тоже очень тоскливо лежать здесь одному так что располагайтесь поближе и мне снова пришлось лечь с министром в соседнем помещении так же как прошлой ночью за тонкой раздвижной дверью на следующее утро отъезд назначили еще затемно так что шум и суета начались очень рано и я рассталась с министром не сохранив от этой встречи ничего кроме горькой душевной опустошенности я села я села я села позади государя в его карету в той же карете ехал и дай на гон санэканэ сайонзи наконец показалась столица до моста кио мидзу все кареты ехали друг за дружкой но от кёго ку поезд государя свернул к северу а кареты министра и остальных на запад и тут я сама не могла бы сказать почему мне стало грустно расставаться с министром эта грусть показалась неожиданной мне самой и я с удивлением спрашивала себя когда и как могла произойти такая перемена в моей душе свиток третий уныло мрачно текла моя жизнь неужели до конца дней придется влачить столь безрадостное существование думала я единственно желанным казался уединенный приют где-нибудь в глуши гор но это стремление увы было невыполнимо да нелегко бежать от суетного мира против воли роптала я на мой печальный удел я боялась что государь со временем меня разлюбит страх утратить его любовь преследовал меня даже во сне я ломала голову как предотвратить беду но ничего не могла придумать наступила вторая луна повсюду расцвели цветы ветерок доносил благоухание цветущие сливы но радость новой весны не веселила меня ничто не могло развеять мою тревогу мою печаль послышался голос государя он звал людей и я поспешила на его зов государь был один в последнее время все женщины разъехались по домам во дворце стало совсем уныло сказал он ты тоже целыми днями уединяешься в своей комнате желал бы я знать о ком ты тоскуешь опять ревнивые намеки подумала я с досадой в это время доложили что во дворец пожаловал настоятель его сразу провели к государю и мне не оставалось ничего другого как молча внимать их беседе этой весной захворала дочь государя будущая государыня югимон ин в ту пору она была еще ребенком и звалась принцессой има болезнь затянулась и решено было служить молебны богу айдзену а не с посланием выздоровления болящей югимон нин дочь экс-императора го фукакусы от его первой главной супруги впоследствии супруга императора го уды в подражании китайской историографической традиции с самого начала повествования она именуется своим последним наиболее почетным титулом мон ин кроме того государь хотел вознести моление созвездию северного ковша эту службу если не ошибаюсь поручили преподобному нарутаке из храма высшей мудрости хан-нядзи северный ковш так народы дальнего востока называли созвездие большой медведицы завязалась беседа даже более доверительная и теплая чем обычно я сидела тут же внутренне трепеща от страха при мысли о том что творится в душе настоятеля в эти минуты как вдруг государю сообщили что принцессе внезапно стало хуже и он поспешил удалиться во внутренние покои дождитесь пожалуйста возвращения государя обратившись к настоятелю сказала я мы остались одни кругом не было ни души и настоятель стал горько упрекать меня говорил как тосковал обо мне долгие дни и луны после нашей последней встречи слезы которые он при этом утирал рукавом своей рясы невозможно было бы скрыть от постороннего взора я не знала что отвечать слушала молча а между тем государь вскоре вернулся не подозревая об этом настоятель все продолжал свои сетования услышав его речь сквозь тонкую перегородку государь остановился прислушался и будучи от природы человеком проницательным скорым на догадку сразу конечно все понял это было ужасно государь вошел в комнату настоятель сделал вид будто ничего не случилось но следы слез которые он тщетно пытался скрыть были слишком заметны государь не мог их не видеть какой же гнев пылает сейчас в его душе сама не своя думала я вечером когда наступило время зажечь светильники государь удалился в опочивальню я растирала ему ноги кругом было необычно безлюдно тихо сегодня мне довелось услышать нечто весьма неожиданное сказал государь мы с младенческих лет дружны с настоятелем всегда были очень близки и как мне казалось друг от друга ничего не скрывали а я то думал что он чушь любовной страсти с упреком сказал он мне отпираться уверять нет вы ошиблись ничего такого нет и в помине было бы бесполезно и я поведала ему обо всем начиная с первых встреч с настоятелем и кончая разлукой той памятной лунной ночью рассказала все безутайки вплоть до самых малых подробностей поистине таинственный необъяснимый союз сказал государь подумать только он так горячо полюбил тебя что решил сопросить дай на гон от зен сёдзи устроить встречу а ты так жестоко его отвергла это к добру не приведет любовь властвует над людьми без разбора в древности тоже бывали тому примеры епископ Какиномото превратившись в демона вселился в государыню Сомедоно любовь сгубила его несмотря на то что силой духа он не уступал Буддам и Бодхисаттвам государыня Сомедоно супруга императора Монотоку 827-858 годы легенда гласит что соблазненная монахом она лишилась рассудка зато праведник из храма Сигадера излечился от пагубной страсти когда супруга императора Уды сжалившись над ним написала ему стихи в чертоги рая отведи меня но сдается мне любовь которая питает к тебе настоятель еще сильнее чем все что случалось в прошлом помни об этом и не относись к нему так холодно и сурово я сам все устрою но никто не должен об этом знать ласково говорил государь ничего от меня не скрывай теперь когда ему придется часто бывать во дворце можно будет устроить так чтобы он перестал страдать и гневаться на тебя могла ли я без сердечной боли слушать эти слова я полюбил тебя раньше всех продолжал государь с тех пор прошло уже много лет и что бы ни случилось всегда буду нежно любить увы многое в нашей жизни не зависит от моей воли и мне прискорбно что я лишен возможности доказать как глубоко я тебе предан твоя покойная мать дай нагон ностэ была моей первой наставницей в искусстве любви тайна от всех я горячо привязался к ней но в ту пору я был всего лишь подростком не смел открыто признаться в своей любви я рабел меня смущали порядки нашего мира отношения между мужчинами и женщинами приводили меня в смятение а между тем ее полюбил фуютада потом масатада а мне оставалось лишь униженно выжидать время когда любовник не навещал ее ты была еще в материнском чреве а я уже ждал тебя и потом держа тебя на коленях все ждал когда же ты наконец подрастешь уже тогда я любил тебя говорил государь повествуя о давно минувших делах но все о чем он поведал касалось меня так близко что я внимала ему с невыразимой печалью на следующее утро должен был начаться молебен поднялась суета устанавливали алтарь устраивали все необходимое для богослужения а я опасалась лишь одного как бы по выражению моего лица не догадались в каком смятении я пребываю наконец объявили пожаловал его преподобие и хотя внешне я спокойно сидела неподалеку от государя мне было мучительно тяжело при мысли о том что он задумал мне и раньше часто случалось ходить к настоятелю с поручениями от государя но сегодня совесть мучила меня особенно сильно до вечерней службы еще оставалось время и государь послал меня отнести настоятелю бумагу отметив некоторые непонятные места в догмах вероучения сингон сингон буквально слово истины истинное слово буддийское вероучение основано в Японии в восьмом веке это учение придает особое значение первоисточникам подлинным словам Будды то есть по учениям изложенным в трех главных сутрах несущих на себе значительную печать влияние индуистского пантеизма в покоях настоятеля не было никого посторонних луна подернутая туманной дымкой смутно озаряла покой настоятель опираясь на подлокотник в полголоса читал сутру я поклялся предликом Будды что та злосчастная осенняя ночь будет нашей последней встречей сказал он но по-прежнему продолжал невыносимо страдать вижу теперь что любовь мне дороже жизни я молил лишь о смерти дабы уйти прочь от тебя в мир иной но как видно боги не внемлют моим молитвам я бессилен справиться с этим чувством говорил он и мне пришлось у него остаться я трепетала от страха опасаясь как бы люди не проведали о нашем свидании все свершилось словно во сне я не успела еще толком досмотреть этот сон как послышались голоса время начинать службу и я поспешила скрыться через раздвижную заднюю стенку невидимая преграда нас разделяла непременно встретимся снова когда служба окончится твердил настоятель но остаться и ждать его было слишком мучительно и я удалилась в свою комнату и все же я чувствовала что образ настоятеля не в пример сильнее запал мне в душу чем даже в ту памятную далекую ночь когда расставаясь со мной он написал мне стихи лишь горечь осталась от печальных снов этой ночи наверное сама судьба уготовила наш союз думала я в слезах и невольно хотелось знать какие узы соединяли нас в прошлом существовании я прилегла отдохнуть но очень скоро расцвело и мне пришлось пойти к государю прислуживать при утренней трапезе вчера я нарочно послал тебя к настоятелю сказал государь когда рядом никого не было надеюсь что он об этом не догадался ты тоже не показывай вида что знаешь мне жаль его нельзя чтобы он при встрече со мной смущался растерявшись я не знала что отвечать мучительно было думать что настоятель страдает творя молитвы с грехом в сердце шестая ночь молебна пришлась на восемнадцатое число второй луны в этот вечер государь допоздна наслаждался дивным благоуханием сливы цветущей в этом году особенно пышно перед одним из павильонов дворца Томикодзи я была с ним наконец мы услышали что богослужение закончилось вот и конец молебном сказал государь час уже поздний можешь быть свободно ступай к нему я не ожидала что он опять пошлет меня к настоятелю было больно услышать его приказ но с ударом колокола возвестившего полночь к государю пригласили госпожухи Гасси и они вместе отошли ко сну в померанцевом павильоне а я отправилась к настоятелю туда где мы всегда с ним встречались не столько из повиновения государю сколько из жалости ведь настоятель проводил сегодня последнюю ночь во дворце конечно он ждал меня нужно порвать эту связь иначе со временем придется горько раскаиваться думала я в ушах моих еще звучали ласковые слова которые говорил мне государь какой-нибудь час назад одежда еще хранила аромат благоуханий пропитавших его одежды и вот пришлось снова соединить рукава на этот раз с настоятелем но разве это была моя вина настоятель плакал горюя как будто расставались мы навсегда а я напротив все время думала ах лучше было навсегда прервать эту связь когда я его еще совсем не любила после той безрадостной ночи под кровом дайнагона дзенсёдзи но теперь поздно было жалеть об этом между тем короткая летняя ночь в скорости сменилась рассветом прервав наше свидание недолгое как сверканье росы в лучах утра впереди нас ожидала разлука а новая встреча кто знает состоится ли и когда немало мучений пришлось мне в любви претерпеть и все же сегодня лью снова горчайшие слезы в разлуке тебя вспоминая здоровье принцессы пошло на поправку на седьмой день молебствий служили только вечерню и настоятель уехал его образ глубоко запал мне в сердце я очень о нем грустила но вот что удивительно в ночь нашей последней встречи я покинула настоятеля еще до рассвета и только успела было прилечь у себя в коморке как за мной срочно прислали от государя скорей скорей торопил меня его посланец Киенага я встревожилась эту ночь государь провел с госпожой Хигаси отчего же такая спешка ведь я только что рассталась с настоятелем вчера ты пришла к настоятелю очень поздно была уже глубокая ночь сказал мне государь представляю себе с каким волнением он тебя ждал такая любовь нечасто встречается в нашем мире иначе я не стал бы вам помогать к тому же я глубоко почитаю настоятеля оттого и разрешил вам встречаться слушай же сегодня ночью мне приснился удивительный сон мне снилось будто настоятель подарил тебе свой молитвенный жезл и ты прячешь его от меня за пазуху я тяну тебя за рукав и говорю ведь мы так близки с тобой почему ты хочешь утаить от меня его дар тогда ты такая печальная утирая слезы достаешь этот жезл я гляжу и узнаю жезл серебряный жезл покойного отца государь монаха го саги отдай его мне говорю я хочу взять у тебя жезл но тут я проснулся сомнения нет этой ночью что-то случилось помнишь стихи о сосне что выросло на скале я слушала верила и не верила но с того дня государь целый месяц ни разу не призывал меня я не смела роптать ибо как бы то ни было согрешила это я хоть и не по своей воле в одиночестве встречала я утро и вечер и вскоре заметила что и впрямь снова в тягости и опять одолела меня тревога как сложится отныне моя судьба однажды в начале третьей луны когда во дворце было необычно пустынно и тихо государь перед ужином удалился в двойной покой а меня призвали к нему зачем он зовет меня подумала я но государь обошелся со мной ласково говорил нежные слова клялся в любви а я не знала радоваться мне или напротив печалиться после того как мне привиделся тот сон я нарочно ни разу не призывал тебя сказал государь ждал чтобы прошел ровно месяц и очень по тебе тосковал так и есть стало быть он нарочно не звал меня пораженная подумала я в самом деле ведь с того месяца я понесла и тревога ребенке о том что будет с ним и со мною с новой силой сдавило сердце ну а тот с кем меня соединяло столь глубокое чувство кто был моей первой настоящей любовью постепенно отдалился от меня после тех злосчастных ночей фу-семи и я с грустью подумала что он вправе на меня обижаться в начале пятой луны я ненадолго вернулась домой чтобы в годовщину смерти матери как всегда побывать на ее могиле и он прислал мне письмо пока я искал тот корень на сердце похожий что горечь таит не в рассе в слезах безутешных рукава до нитки промокли дальше следовали ласковые слова а в конце стояло если ничто не помешает я навещу тебя хотя бы ненадолго пока ты живешь дома где стража не стережет заставу в ответ в ответ я написала только где еще и расти корню горькой любви потаенной как не в сердце моем и мои рукава недаром от безудержных слез промокли ведь я полюбила тебя на всю жизнь и буду любить не только в этом но и в будущих воплощениях но по правде сказать я чувствовала что никакими словами не вернешь его былую любовь он пришел когда уже наступила глухая ночь мне хотелось рассказать ему обо всем что наболело на сердце но прежде чем я успела вымолвить хоть словечко вдруг послышался шум и крики зарево над кварталом Сан-Зе-Кё-Го-Ку пожар на улице Томи-Кодзи ясное дело он не мог оставаться у меня если горит дворец и поспешно ушел короткая весенняя ночь в скорости миновала возвратиться было нельзя уже совсем рассвело когда мне принесли от него письмо вчера я понял как слабеют узы что соединяли нас и грустно думать что помеха нарушившая нашу встречу предвестник будущей разлуки навсегда ужель в твоем сердце иссякнет живительный ключ и в реку забвенья навеки канет любовь что нас друг другу увлекла в самом деле мне тоже казалось что неспроста прервалась в ту ночь наша встреча союз этот нежный продлить нам увы не дано но в любящем сердце никогда не высохнут слезы ключ живительный не иссякнет конечно если бы я подольше оставалась в усадьбе встречи со снежным рассветом не ограничились бы этим неудачным свиданием но в тот же день вечером государь прислал за мной карету приказал срочно вернуться и я уехала во дворец в начале осени меня наконец перестала мучить тошнота кажется для тебя наступила пора надеть ритуальный пояс сказал государь а настоятель знает что ты носишь его ребенка нет ответила я откуда же у меня не было случая сообщить ему об этом ему нечего стыдиться сказал государь хотя сперва он кажется стеснялся меня человек бессилен перед велением судьбы а ваш союз предначертан самим роком я сам скажу ему об этом я не знала что отвечать подумала только как взволнован будет настоятель услышав эту новость от государя но если бы я сказала не надо не говорите государь подумал бы что я слишком забочусь о настоятеле прошу вас поступайте как сами сочтете нужным только и могла я ответить в эти дни как обычно ученые монахи собрались для беседы о догматах вероучения сингон толговали государю различные заповеди изложенные в святых сутрах настоятель тоже приехал во дворец на несколько дней когда толкование священных текстов пояснений к ним и обрядов закончилось устроили приличествующий случай скромный пир я прислуживала государю во время трапезы и так если вникнуть поглубже в священные книги становится очевидным что любовная связь между мужчиной и женщиной не содержит в себе греха сказал государь мы наследуем любовный союз еще из прошлых наших существований избежать его невозможно человек не в силах справиться с могуществом страсти в древности тоже не раз такое случалось праведный Дзёдзо влюбившись в женщину из земли Митиноку пытался убить ее но не смог и не устояв перед соблазном в конце концов вступил с ней в любовный союз святой монах настоятель храма Сигедеры влюбился в государню Сомэ Доно и не в силах справиться со страстью превратился в демона Люди бессильно сопротивляться любви Бывает, что из-за любви они превращаются в демонов или в камни как та скала что зовется тоской о муже Скала, что зовется тоской о муже Древняя легенда гласит, что Цайо Химе супруга Цадахико Отомо уехавшего воевать против корейского царства Силлы Японский Сираги так долго с тоской глядела вслед кораблю увозившему ее мужа что в конце концов превратилось от горя в камень на высокой прибрежной скале в уезде Мацура на острове Кюсю современная префектура Нагасаки Случается люди вступают в союз с животными с домашней скотиной таков удел предназначен им из прошлых существований Человек не властен одолеть любовную страсть говорил государь а мне казалось будто он обращается только ко мне одной и у меня было такое чувство словно я разом обливаюсь и слезами и потом пиршество было скромным вскоре все разошлись настоятель тоже хотел уйти но государь сказал на дворе глубокая ночь кругом тишина самое подходящее время не спеша поговорить о святом учении и задержал его у себя но мне стало почему-то невыразимо тяжело на душе и я удалилась о чем они говорили после моего ухода не знаю я ушла к себе в комнату было уже далеко заполночь когда государь прислал за мной я сумел весьма искусно рассказать ему обо всем сказал он пожалуй ни один отец ни одна мать как бы невелика была их родительская любовь не заботятся о своем детяте так ревностно как я забочусь о тебе и говоря это он прослезился а я не находя слов молчала только слезы хлынули неудержимым потоком ты слышала как я говорил что человек не в силах убежать от судьбы ласковее чем обычно продолжал государь я сказал настоятелю однажды мне довелось ненароком услышать нечто совсем неожиданное возможно вы испытываете неловкость но разве мы не дали клятву всегда и во всем полностью доверять друг другу нельзя допустить чтобы пострадала репутация священника столь высокого сана я убежден что привязанность к нидзё результат каких-то ваших деяний в прошлом существовании и потому не в малой степени не питаю к вам враждебного чувства нидзё в тягости с начала этого года недаром я видел тот вещий сон я сразу понял что он приснился мне неспроста и вплоть до начала третьей луны ни разу не призывал гиё ибо всецело заботился о вас да отвернутся от меня боги и сэ камо и вас мидзу и другие покровители нашей страны если я сказал вам неправду поверьте мое уважение к вам нисколько не умолилась услышав мои слова настоятель некоторое время молчал а потом укратко и смахнув слезу сказал в таком случае больше нет смысла от вас таиться со скорбью вижу что это любовь возмездия за грехи совершенные в прошлой жизни я не забуду ваше великодушие не только в этом но и в грядущем существовании сколько бы раз не суждено мне было переродиться три года я не в силах справиться с этой пагубной страстью я молился читал священные сутры старался забыть вырвать из сердца греховную страсть а сам все время помышлял только о нидзю в конце концов отчаявшись я послал ей письмо с проклятием но и тогда не смог освободиться от наваждения потом я снова увидел нидзю это было похоже на вращение колеса злого рока и снова скорбел о собственном малодушии ибо опять горел в пламени грешных земных страстей из того что вы только что мне сказали я понял что нидзю понесла от меня сомнения нет я отец будущего ребенка позвольте же уступить мой сан настоятелю храма добра и мира вашему сыну принцу Мицухито а я удалюсь в глухие горы затворюсь там надену черную власеницу и буду жить как отшельник долгое время я пользовался вашими милостями но на сей раз ваше теплое участие столь велико что и в грядущих существованиях я буду с благодарностью и восторгом вспоминать о ваших благодеяниях с этими словами он в слезах удалился он так любит тебя что поистине достоин глубокого сострадания я слушала рассказ государя и чувствовала из скорбь и радость одновременно а из глаз непрерывно струились слезы наверное именно о таких чувствах сказано в стихотворении насквозь промокли рукава в повести о Гэнзи когда непонятно от горя или от радости льются слезы мне захотелось услышать обо всем из уст самого настоятеля приближалось время его отъезда и притворившись будто исполняю поручение государя я решила пойти к нему в его покоях спал только маленький мальчик служка посторонних никого не было настоятель вышел со мной в коморку где мы всегда встречались я стараюсь помнить что страдания в конце концов могут обернуться радостью но нет у меня так тяжело на сердце что невольно жаль самого себя говорил настоятель ах надо было навсегда расстаться думала я слушая его после той памятной безрадостной встречи но в то же время при мысли что завтра молебна окончится и сегодня я вижу его в последний раз мне было жаль его покидать неисповедимы пути любви всю ночь настоятель так горевал о предстоящей разлуке что я позабыла даже собственные тревожные мысли о том что ждет меня впереди он точь в точь повторил слова которые я слыхала от государя когда я узнал что государю известно о нашей связи я испугался что отныне мы больше никогда не сможем встречаться и понял как горячо я люблю тебя поистине мое чувство к тебе необычная страсть ты беременна стало быть мы супруги а ведь известно что супружеские узы нерасторжимы и в настоящем и в будущем воплощении государь сказал что сам бережно воспитает младенца это и радует и печалит теперь я с таким нетерпением ожидаю рождения этого ребенка смеясь и плача говорил он меж тем послышались голоса ночь рассвела и мы расстались прощаясь он сокрушался когда доведется снова тебя увидеть на сей раз я полностью разделяла его чувства ах если бы только все так же нашел к рукавов слезами омытых в предутренний час нисходила рассветной луны сиянье очевидно в сердце моем возникла такая же большая любовь какую питал ко мне настоятель наверное это и впрямь судьба думала я не успела я вернуться к себе и только было прилегло отдохнуть как за мной прислали от государя государь еще не покинул опочивальню я тоже напрасно ждал тебя до утра сказал он пришлось в одиночестве коротать ночь конечно с моей стороны дерзко звать тебя сразу после свидания с возлюбленным когда ты полна грусти расставшись с ним представляю себе как ты ропщешь в душе на бессердечие небо разлучившего вас я не знала что отвечать на эти язвительные насмешливые слова большинство людей на свете знать не знает таких мучений почему только на мою долю выпало так страдать думала я и слезы застилали мне глаза не знаю как воспринял государь мои слезы но мне было все равно вижу вижу ты конечно думаешь как он мне докучает мне бы вздремнуть сейчас на досуге и сладко грезить о недавнем свидании да рисовал он в своем воображении картины одну нелепее другой вот оно так я и знала что этим кончится думала я слушая его злые оскорбительные слова и будущее пугало меня а слезы одна за другой одна за другой неудержимо катились из глаз заметив что я плачу государь как видно еще сильнее ощутил ревность ты только о настоятеле и тоскуешь сказал он и сердишься конечно зачем я тебя позвал и окончательно придя в дурное расположение духа оборвал речь на полусловие встал с постели и вышел а я ускользнула к себе мне не здоровилось и до самого вечера я безвыходно просидела у себя в комнате государь наверное решил что я провела весь день с настоятелем какие насмешки опять меня ожидают с горечью думала я направляясь вечером прислуживать государю мне хотелось лишь одного поскорее покинуть суетный мир скрыться куда-нибудь далеко-далеко в горную глушь и жить там тихой спокойной жизнью меж тем толкование религиозных доктрин закончилось настоятель находился в покоях у государя текла спокойная дружественная беседа я прислушивалась к их разговору с тревожным чувством потом я вышла и только было остановилась возле купальни как ко мне подошел снежный рассвет что же ты сказал он сегодня я состою на службе во дворце а ты хотя бы подала мне какой-нибудь знак я растерялась не знала куда деваться от смущения но к счастью в этот миг меня опять позвали к государю я встревожилась но оказалось что он всего лишь зовет меня прислуживать за вечерней трапезой ужин был скромный прислуживали только одна-две женщины но государь нашел это скучным и уловив голоса вельмож моротики и цанэ-канэ дежуривших в большом зале приказал пригласить их пошло непринужденное веселье все жалели что ужин окончился слишком рано настоятель удалился в покое принцессы служить вечерню а я печалилась что приходится с ним расстаться чувствовала себя совсем одинокой и все вокруг во дворце навевало на меня скорбь а вскоре подошла для меня пора надеть ритуальный пояс церемония свершилась очень скромно и незаметно наверное государь очень страдал в душе в эту ночь я прислуживала в опочивальне спала рядом и всю ночь до утра он беседовал со мной как ни в чем не бывало ласковее чем обычно не упрекал не сердился но могла но могла ли я не испытывать душевную муку в этом году государь приказал с особой пышностью отметить праздник возложения цветов в девятой луне во дворце все заранее усердно готовились к этим дням а я решила что мне в моем положении неудобно участвовать в торжествах и попросила отпустить меня на это время домой но государь не позволил ничего еще незаметно оставайся на праздник я надела парадную красную накидку поверх косаде бледно-лилового и зеленого цвета нижние легкие косаде были красновато-коричневые цвет постепенно переходил к желтым оттенкам в таком наряде я пришла вечером прислуживать государю в это время донесся голос пожаловал его преподобие у меня невольно забилось сердце был последний день праздника и настоятель проследовал в молельню для завершающей службы разумеется он не знал что я тоже буду присутствовать на молебне неожиданно ко мне подошел какой-то слуга меня послал государь сказал он он велит вам поискать не обронил ли он в молельне свой веер и если найдете принесите странно подумала я но все же приоткрыла раздвижную перегородку отделявшую молельный зал посмотрела вокруг но веера нигде не было нету сказала я и слуга удалился в тот же миг кто-то изнутри слегка раздвинул перегородку это был настоятель я так люблю тебя сказал он а теперь когда ты в тягости не передать словами как я тревожусь а тебе как тоскую я думал ты сейчас живешь дома и собирался послать тебе весточку с надежным человеком надо скрывать нашу любовь я и сама больше всего боялась как бы кто-нибудь не проведал о нашем союзе было бы ужасно запятнать доброе имя настоятеля но вместе с тем у меня не достало духа запретить ему искать встречи хорошо делайте как хотите согласилась я лишь бы никто не узнал и с этими словами закрыла перегородку когда служба окончилась настоятель уехал а я пошла к государю ну как мой веер с улыбкой спросил он и я поняла что он нарочно послал того слугу чтобы я могла хоть словечком перекинуться с настоятелем наступила десятая луна с хмурого неба непрерывно лил дождь соперничая с потоками слез насквозь промочивших мои рукава никогда еще не случалось мне испытывать такую тоску и тревогу я уехала в сагу к мачехе и затворилась на семь дней для молитвы в храме колеса закона хориндзи сорванные ветром красные листья клена с горы бурь арасиямы смятой парчой устилали волны реки ойгавы а я перебирала в памяти прошлое вспоминала свою жизнь придворную службу большие малые события даже лица вельмож во время чтения лотосовой сутры собственноручно переписанной покойным государем монахом го-сагой разные дары возложенные в тот далекий день на алтарь Будды в памяти теснились бесчисленные образы прошлого всплывали строчки стихов завидуя волнам дано им вновь и вновь к родному берегу возвращаться где-то где-то совсем близко в горах тоскливо трубил олень отчего он трубит так жалобно думала я с кем заодно горюет в тоске безутешной я слезы горючие лью не зная покоя кого же в окрестных горах так жалобно кличет олень как-то раз одним особенно грустным вечером храму подъехал какой-то знатный придворный кто бы это мог быть я выглянула в щелку и узнала тюдзё канэ юки он прошел прямо к той келье где я жила и окликнул меня в другой раз я бы не удивилась но сейчас это было для меня неожиданно внезапно захворала матушка государя госпожа омияин сказал он государь с утра находится у нее здесь в саге во дворце ойдоно он послал за вами в усадьбу но ему сказали что вы удалились в этот храм и я приехал за вами государь собирался очень поспешно никого из женщин с собой не взял ничего что вы дали обед пробыть здесь известный срок потом сможете продолжить сызного ваше затворничество а сейчас пожалуйте со мной во дворец ойдоно государь нуждается в вашей службе передал он мне приказ государя шел пятый день моего затворничества до выполнения обета оставалось всего два дня обидно было прервать молитвы до срока но карета была уже здесь к тому же Канэ Юки сказал что государь не взял с собой никого из женщин надеясь что я сейчас живу в саге стало быть рассуждать было нечего я тотчас же поехала во дворец в самом деле случилось так что многие дамы разъехались по домам и при государе не оказалось ни одной опытной привычной к службе придворной дамы да и знаю что я живу у мачехи в саге он не взял с собой никакой обслуги вместе с ним в одной карете приехал и государь Камаяма а позади них сидел Дайнагон Санэ Канэ Сайондзи я приехала как раз когда испокоив госпожи Омияин обоим государям прислали ужин у госпожи Омияин случился всего-навсего легкий приступ Бери-Бери недуг не опасный и оба государя обрадованные заявили что это надо отпраздновать первым устроить пир вызвался наш государь распорядителем он назначил Дайнагона Сайондзи перед обоими государями поставили расписные лаковые подносы с десятью отделениями в которых лежал вареный рис и разные яства такие же подносы подали всем гостям после того как трижды осушили чарочки саке подносы унесли и снова подали рис и разные закуски теперь выпили трижды по три чарки саке госпожа Омияин получила подарки алую или ловую ткань свернутую наподобие лютни и пеструю ткань сложную в виде цитры государю Камаями поднесли многопластинчатый гонг на деревянной раме только вместо металлических пластин к раме подвесили свернутые четырехугольником лиловые ткани от темного до бледно-сиреневого оттенка а жезл для ударов был сделан из ароматического дерева инкрустированного кусочками горного хрусталя женщинам дамам госпожи Омияин поднесли дорогую бумагу метиноку ткани и прочие изделия придав им самую неожиданную форму мужчинам нарядную кожаную конскую сбрую тесненную замшу подарков была целая груда веселились до позднего вечера я как всегда разливала саке государь играл на лютни государь камаяма на флейте царедворец киммори на малой японской цитре принцесса воспитанница госпожи Омияин тоже играла на цитре кинхира сын дайнагона сайонди на флажолете каныюки на флейте спустилась ночь на горе арасияма уныло зашумел ветер в соснах издалека из храма чистой истины дзё конгоин долетел колокольный звон и государь запел там над башнями столицы красный отцвет черепицы колокольный слышен звон из обители канон это было удивительно к месту и так прекрасно пение государя затмило все прочие развлечения а где же чарка саке спросила госпожа омияин и государь ответил что она стоит перед государем камеямой госпожа омияин сказала что теперь наступил черед послушать его пение но государь камеяма смущенный отнекивался тогда наш государь сам взял чарку и бутылочку саке прошел к матери за бамбуковую завесу поднес ей полную чарку саке и снова запел дни блаженства дни отрады праздничные дни нам утехи как награды принесли они пусть мелодия певучей долой огласив дарит радостью созвучий праздничный мотив тут уж и государь каме яма подхватил песню присоединив свой голос голосу старшего брата простите старухи докучные речи сказала госпожа оми яин но повторю снова горестно родиться в грешном мире в гиблое время когда захерела святая вера но все же я сподобилась недостойная высокого звания государыни вы оба мои сыновья по очереди взошли на императорский трон меня дважды именовали матерью страны когда захерела святая вера согласно буддийскому учению неизбежно настанет время когда учение Будды захереет люди перестанут соблюдать его заветы порядок в обществе нарушится начнутся всевозможные бедствия и наступит конец света апокалипсическая идея конца света усердно пропагандировалась в средние века буддийской церковью и была широко распространена в сознании людей мать страны не столько титул сколько почетное звание супруги императора сын который унаследовал отцовский престол мне уже больше шестидесяти лет и я без сожалений расстанусь с миром единственное мое желание возродиться к новой жизни высшей из девяти райских сфер мне кажется что сегодняшняя музыка не уступает той что звучит в раю и даже пение самой птицы коловинки не слаще того которому мы сейчас здесь внимали коловинка фантастическая сладкоголосая птица якобы обитающая в буддийском раю хотелось бы если можно еще раз услышать какую-нибудь песню и мое с этими словами она пригласила обоих сыновей к себе за занавес придвинула низенькую ширму наполовину приподняв занавес и оба государя вместе запели как забыть мне нашу встречу в сердце память облом ожиданием полный вечер ночь счастливая вдвоем шепот страсти пыл обета словно призрачные сны в час разлуки в час рассвета лик померкнувшей луны будто вновь я вижу это рукава влажны словами не описать как прекрасно звучали их голоса потом расчувствовавшись от выпитого саке оба всплакнули стали вспоминать минувшие времена и наконец растроганные покинули зал государь остался ночевать в дворце ойдоно император камаяма пошел его проводить дайнагон сайондзи сославшись на нездоровье удалился государя сопровождали только несколько молодых царедворцев оба государя легли в одном покое из обслуги никого нет сказал мне государь поэтому оставайся сегодня при опочивальне и тут же приказал разотри мне ноги я стеснялась присутствия государя камаямы но заменить меня было некому и стало быть надо было повиноваться как вдруг государь камаяма сказал прикажи ей пусть она спит рядом с нами не дзёв тягости сказал ему государь она жила дома я вызвал её неожиданно только потому что не взял с собой других женщин по всему видно что ей уже трудно исполнять обычную службу как-нибудь в будущем в другой раз но государь камаяма настаивал но ведь в вашем присутствии ничего предосудительного случиться никак не может император судзаку не пожалел отдать принцу гэнзи даже родную дочь принцессу третью почему же вы ни за что не соглашаетесь уступить мне нидзё разве я не говорил вам что охотно предоставлю в ваше распоряжение любую даму из моей свиты стоит вам только пожелать как видно вы пренебрегаете моим великодушием в эти дни Сайгу прежняя жрица богиня Аматерасу жила у госпожи Адзетти бывшей кормилицы государя Камаямы он пригласил ее сюда потому что как раз в то время усиленно добивался ее расположения государь приказал мне остаться рядом но вскоре крепко уснул ибо чересчур много выпил кругом не было ни души незачем выходить куда-то сказал государь Камаяма загородил спящего государя ширмой и увел меня за ширму а государь об этом ведать не ведал и это было настоящее горе когда стало светать государь Камаяма вернулся в свою постель рядом с государем и разбудил его как как я заспался воскликнул он а Нидзю наверное убежала нет она только что была здесь отвечал государь Камаяма спала всю ночь рядом с вами я содрогнулась от страха услышав подобную ложь в душе уповая лишь на то что была не повинна в этом грехе но в этот день государь не присылал за мной вечером наступил черед прежнего императора Камаямы устраивать пир распорядителем он назначил Кагофусу одного из своих придворных вассала дома Сайондзи вчера распорядителем был Сайондзи шептались люди а сегодня всего-навсего Кагофуса конечно он выступает от имени государя но можно ли ставить на одну доску людей столь различного положения впрочем пир был устроен как полагалось и вино и закуски приличествовали случаю госпоже Омияин поднесли миниатюрную скалу свернутую из ткани и лодочку из ароматической смолы полную душистого масла все это покоилось на подставке с узором изображавшим воду государь получил миниатюрное изголовье из благоуханного дерева в серебряном ларчике женщины хлопчатую вату и нитки в виде не спадающих со скалы струй водопада мужчины разноцветную кожу и ткани свернутые наподобие плодов хурмы а это для нее за то что прислуживало нам указав на меня сказал государь Камаяма распорядителю Кагефуси и я получила десять штук китайского атласа и десять штук шелка от темно-лилового до бледно-сиреневого свернутых в виде пятидесяти четырех книжечек глав повести о Гэнзи на каждой книжке значилось название соответствующей главы но вчерашний пир был не в пример веселее так что на сей раз ничего особенно интересного не было да и на гон Сайонзи отсутствовал сославшись на нездоровье притворяется говорили некоторые нет он и вправду болен возражали другие после пира оба государя прошли в покое на галерею туда им подали ужин а мне было приказано прислуживать ночью они опять легли рядом в одном покое идти к ним в опочивальню мне не хотелось на сердце лежала тяжесть но ведь от придворной службы не убежишь пришлось с новой силой изведать сколь мучительны порядки нашей земной юдоли утром 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 гонок тихо что госпожа омьяин выразила желание чтобы я погостила у нее еще хотя бы денек и я осталась в это время ей принесли письмо от государыни разумеется я не знала что там написано что такое что такое ли она уме?» – прочитав письмо, воскликнула госпожа Омияин. «А в чем дело?» – спросила я. «Я, дескать, оказываю тебе почести, словно законной супруге государя, и нарочно устраиваю разные пиры и забавы, чтобы все это видели. Ей мало остается только завидовать. Пишет. «Конечно, я уже постарела, но все же, полагаю, государь не собирается меня бросить», – прочитала госпожа Омияин и рассмеялась. Она смеялась, мне же было горько все это слышать, и я уехала к моей кормилице в ее усадьбу на углу проезда Омия и четвертой дороги. Вскоре я получила письмо от настоятеля. Он писал, что находится в доме своего любимого ученика, родные мальчика жили неподалеку, и я стала тайно бывать там. Однако, чем чаще мы встречались, тем больше о нас судачили люди. Я очень огорчилась, услышав об этих сплетнях, но настоятель сказал, пусть меня лишатся на мне все равно, поселюсь где-нибудь в глухом горном селении, в хижине, сплетенной из сучьев, и продолжал встречаться со мной, хотя я в душе трепетала от страха. Меж тем подошла к концу десятая луна, мне не здоровилось больше, чем обычно. Я грустила, тревожилась, а тем временем государь приказал деду моему, Хёбу Кё, приготовить все необходимое к предстоящим родам. «Что меня ждет?» — грызли душу печальные думы. «Моя жизнь подобна недолговечной рассе». Вдруг как-то раз поздней ночью послышался скрип колес, подъехала карета и постучали в ворота. Пожаловала госпожа Кёго-Ку из дворца Томикодзи. Я очень удивилась, но когда ворота открыли и карета въехала во двор, я увидела, что из плетенного кузова вышел государь, переодетый так, чтобы его никто не узнал. Я никак не ожидала его посещения и совсем растерялась. А он сказал, «Мне нужно немедля с тобой поговорить». «Твой союз с настоятелем перестал быть тайной», — продолжал он. «Все знают о нем. Даже я не избежал наветов. Нечего говорить, как это неприятно. Я узнал, что на днях некая женщина родила. Но ребенок ее сегодня вечером умер. Я приказал ей и ее домашним молчать об этом и делать вид, будто роды еще не начались. В эту семью мы отдадим твоего будущего ребенка, а ты скажешь всем, что младенец родился мертвым. Тогда злые толки несколько поутихнут, и пересудом придет конец. Мне больно слышать, как люди бронят тебя, насмехаются, поэтому я решил так поступить. Долго говорил со мной государь, а на рассвете, когда запели птицы, уехал. Мне было отрадно убедиться, что он искренне заботится обо мне. Это напоминало какой-то старинный роман. Но было горестно сознавать свой печальный удел, одного за другим отдавать рожденных мною детей в чужие руки. Я была еще вся во власти печальных дум, когда мне принесли письмо государя. — Не могу забыть нашу вчерашнюю встречу, — писал государь. Все вокруг выглядело так необычно. — Слишком долго живешь. Ты в хижине хмелем увитой, ото всех вдалеке. Ах, как трудно должно быть отринуть эту прелесть, уединение, — ласково писал он. А меня по-прежнему не покидала тревога. Долго ли продлится его любовь? Я ответила, — навестив мой приют, только прелесть в нем ты находишь. Но не вечно любовь. Я в раздумьях грустных блуждаю среди трав заглохшего сада. В тот же день вечером я узнала, что настоятель опять приехал, но не решилась пойти к нему, потому что еще днем почувствовала приближение родов. Когда стемнело, он сам пришел. Я не ждала его, сперва была испугалась, но в доме не было посторонних. При мне находились только две доверенные служанки. Я позволила ему войти и рассказала о посещении государя, минувшей ночью. Я знал, что не смогу оставить ребенка при себе, — сказал он, — но как прискорбно, что тебе тоже придется с ним разлучиться. На свете немало случаев, когда в сходных обстоятельствах мать все-таки не расстается с детятей, но, коль скоро так рассудил государь, стало быть, иного выхода нет, — сокрушаясь, — говорил он. Дитя родилось одновременно с ударом колокола, возвестившего наступление утра. Это был мальчик. На кого он похож, еще трудно было понять, но все равно это был прелестный ребенок. Настоятель взял его на колени. Ты родился на свет, ибо нас соединяли прочные узы еще в былых воплощениях, не в силах сдержать слезы, — говорил он, как будто обращался к взрослому человеку. Меж тем ночная мгла посветлела, наступило утро, и настоятель ушел, скорбя о разлуке. Я отдала ребенка, как приказывал государь, а всем сказала, что дитя оказалось мертворожденным. Как мудро предвидел государь, на этом сплетни и зловредные пересуды постепенно сошли на нет. Ребенка забрал у меня один из приближенных к государю людей, он же прислал подарки для детяти. Мне оставалось лишь тревожиться, надежно ли погребена эта тайна. Я разрешилась от бремени в шестой день одиннадцатой луны. С того дня настоятель бывал у меня столь часто, что к моему ужасу это не могло сойти незамеченным. Тринадцатого числа он опять навестил меня поздней ночью. «В мире сейчас неспокойно», — рассказал он. «В мире сейчас неспокойно». Возможно, намек на военно-морскую экспедицию монгольских войск хана Хубилая, пытавшихся завоевать Японию в 1281 году. Нападению подвергся остров Кюсю, наиболее близкий к азиатскому материку. С позапрошлого года священное древо храма Касуга находится в столице, но теперь люди, волнуюсь, требуют, чтобы древо вернули назад, в южную столицу Нару, потому что неизвестно, по какой причине пошло гулять по свету «моровое поветрие». Священное древо храма Касуга. Синтоистские храмы всегда строили в чаще деревьев или же вокруг храмов высаживали деревья. Считалось, что на этих деревьях, по чьи дух Божий, они являются священными. Жрецы крупных храмов, а в средние века храмы были могущественными и весьма воинственными феодальными землевладельцами, предъявляли различные требования властям в столице, часто использовали эти священные символы как своеобразное средство давления на правительство. Шествие жрецов устремлялось ко дворцу, срубленное священное древо несли во главе шествие на плечах, часто настоящее дерево заменялось искусно изготовленным макетом. «Говорят, люди умирают всего через несколько дней с начала болезни. Страх невольно объемлет душу, в особенности, когда слышишь о смерти близких знакомых», — рассказывал настоятель, и в голосе его звучала необычная робость. Я подумал, вдруг я тоже заболею и умру. Оттого и пришел сегодня. Сколько бы раз не суждено мне было переродиться, только бы по-прежнему не разлучаться с тобой, иначе, будь то самый распрекрасный трон высшей из райских сфер, без тебя мне и там будет одна тоска, и наоборот, пусть суждено мне жить в самой убогой, крытой соломой хижине, лишь бы вместе с тобой это высшее счастье для меня. «Всю ночь, не смыкая глаз», — говорил он. Меж тем наступило утро. Теперь уходить было неудобно. Рядом за той же перегородкой жили хозяева. Кругом было много глаз. Как бы он ни таился, это только вызвало бы лишнее подозрение, и он решил остаться у меня на весь день. Я замирала от страха, хотя никто, кроме мальчика служки, не знал о его приходе. Я боялась, не проведают ли о моем госте в доме кормилицы. Сердце в груди тревожно стучало, но настоятель напротив, казалось, вовсе не беспокоился, и мне пришлось согласиться. Мы целый день были вместе. После нашей скорбной разлуки и потом, когда ты вдруг исчезла неизвестно куда, я не находил себе места от тоски, — говорил настоятель. Я решил тогда с горя своей рукой переписать пять главных сутр и в каждый список внес по одному иероглифу твоего имени. Это для того, чтобы исполнилась моя слезная мольба непременно еще раз родиться на этой земле в одно время с тобой. И снова вступить в любовный союз. Я закончил списки, но еще не передал их в храм, не осветил. И это с умыслом. Я хочу вместе с тобой принести эти сутры на алтарь Будды, когда мы вновь возродимся к жизни. А пока я сдам свитки на хранение морскому царю. Там, в его сокровищнице, на дне морском, они будут храниться вплоть до нашего возрождения. А если не равен час, суждено мне обратиться в дым на горе Бэйман, я распорядился бросить эти списки в погребальный костер. Бэйман, возвышенность к северу от города Лояна, столицы Ханьской империи в Китае, 206 год до н.э., 220 год н.э. Там находилось кладбище, где хоронили знатных людей. В переносном значении — кладбище. Эти странные бредовые мысли очень меня напугали. «Будем молиться только о том, чтобы вместе возродиться в раю, в едином венчике лотоса», — сказала я. Но настоятель не согласился. «Нет, нет, мне слишком дорога наша любовь, и я твердо решил, хочу во что бы то ни стало снова родиться в облике человека на сей грешной земле. А если по закону этого мира наступит смерть, и в дым обращусь я, то и тогда с тобой не расстанусь», — серьезно и грустно ответил он. Потом он ненадолго задремал, но вдруг проснулся, открыл глаза, и я увидела, что он весь обливается потом. «Что с вами?» — спросила я. И он ответил. «Мне приснилось, будто мы, как две уточки-неразлучницы, соединились в союзе, а вспотел я от того, что так сильно люблю тебя, что душа моя покинула тело и приникла к твоему рукаву». Он встал и вышел. Луна уже скрылась за гребнем гор, в небе белели полоски облаков, и горы на востоке чуть посветлели, колокольный звон, возвестивший рассвет, заглушил рыдание разлуки. В это утро нам было почему-то особенно тяжело расставаться. Он еще не успел уйти далеко, а его мальчик-служка уже принес мне письмо. Я оставил тебе любовью объятую душу. Почему же опять не могу в покое забыться? Грудь стесняют скорбные думы. Я прочла эти стихи и на сердце защемила от жалости и горя. Право есть ли сравнить, кто больше в тоске о любимом пролил горестных слез, чей рукав тяжелее от влаги? Я тебе уступить не посмею. Я написала это сразу, не задумываясь, повинуясь охватившему меня горю. Потом я узнала, что в тот же день настоятель посетил дворец государя, а вскоре, помнится, в восемнадцатый день той же луны услыхала, что он заразился поветрием, ходившим тогда по миру. Мне рассказали, что к нему призвали врачей, что его лечат, но ему все хуже и хуже. И я не находила себе места от тревоги. А дня через два, кажется, двадцать первого, мне принесли от него письмо. Не думал я, что вижусь с тобой в последний раз, писал он. Меня страшит не болезнь, от коей я, как видно, умру, а мои прегрешения, ибо мне жаль покидать сей мир. А это великий грех. Хотелось бы знать, что предвещал сон, который приснился мне в ту последнюю ночь. Письмо окончалось стихотворением. Вспоминая тебя, ухожу из жизни с надеждой, что хоть дым от костра, на котором сгорю бесследно, к твоему потянется дому. Невозможно было спокойно читать это послание. Горе объяло душу при мысли, что наша недавняя встреча, быть может, была последней. Если буду жива, дым костра твоего распознаю, и скажу это он. Только мне в тоске безысходной уж недолго бродить по свету. И в дым обращусь я, то и тогда с тобой не расстанусь. Аллюзия на стихотворение Мурасаки Сикубу, роман-повесть о Гензе, глава Касси Ваги. Уточки-неразлучницы, мандаринские утка и сельзнь. Они считались символом любящей супружеской пары. Образ заимствован из китайской литературы. Писать ему сейчас, когда вокруг больного толпятся люди, было бы неосторожно. Мое письмо могло бы не утешить, а, напротив, лишь смутить настоятеля. Чувства, переполнявшие мою душу, так и остались невысказанными. Мне не верилось, что близится час вечной разлуки. Однако на двадцать пятый день одиннадцатой луны я узнала, что настоятель скончался. Словами не описать, что испытала я при этом известие. Знаю, грешно любить так сильно, как я любила. Мне вспоминались его слова, его грустные стихи. Пусть несбыточны мои грезы, только в них нахожу отраду. Перед глазами стоял его облик, когда он произнес, но печально струит сиянье светлый месяц осенний. Лучше бы мы навсегда расстались после той безрадостной встречи и холодной разлуки. Мне не пришлось бы теперь изведать такие страдания, думала я. Накрапывал мелкий дождь, клубились тучи, само небо, казалось мне, скорбит и плачет. В ларце для писем еще лежало его письмо, последний след его кисти. Но дымом вознесясь в пустоту, я буду по-прежнему льнуть к тебе. Рукава, служившие ему изголовьем, еще хранили знакомый аромат, пробуждая бесчисленные воспоминания. Я давно мечтала принять постриг, но сейчас опять не смела этого сделать. Люди связали бы мой поступок с кончиной настоятеля. Я страшилась набросить тень на имя покойного и с болью думала, что даже схема мне недоступна. Утром мне сказали, что пришел его мальчик-служка. Я сама поспешно вышла к нему. Мне казалось, будто все это происходит во сне. Мальчик был одет в коричневатый кафтан на синем исподе. По ткани вышиты цветы фазана. Смятые рукава без слов говорили, что он проплакал всю ночь. Заливаясь слезами, он поведал мне о последних днях настоятеля. Поистине ни словами, ни кистью не передать сей скорбный рассказ. Помните, в ту ночь, когда настоятель сложил стихи, но печально струит сияние светлый месяц осенний, он обменялся с вами косаде? Ваши косаде он бережно хранил и всегда держал возле своего сидения в молитвенном зале вечером двадцать четвертого дня он пожелал, чтобы его одели в это косаде и приказал не снимать, когда придадут сожжению его мертвое тело. А это передашь ей, велел он. С этими словами мальчик подал мне ларчик. На лаковой крышке коего была нарисована ветка священного дерева. В ларце лежало письмо. Иероглифы было трудно узнать, они больше походили на следы птичьих лапок. В ту ночь с трудом разобрала я начальные слова. «В этом мире нам больше не суждено», читала я дальше, наполовину догадываясь о содержании, и сама чуть не утонула в слезах при виде этих вкривь и вкость написанных знаков. «Если б знать я могла, что в загробной реке трех быстрин снова встречу его без раздумья бушующим волнам врезалась бы гонимо любовью». В ларце лежала горсть золотого песка, завернутая в бумагу. Мальчик рассказал, что памятная косаде сгорела в погребальном костре. Сутры, переписанные настоятелем, тоже исчезли в огне. Потом мальчик ушел, утирая горькие слезы, а я глядела ему вслед, и мне казалось, что свет померк перед моими очами. Государь связывала с настоятелем тесная дружба. Он тоже, конечно, очень скорбил о его кончине. Он написал мне, что понимает, сколь велико мое горе. Это письмо не только не утешило меня, но, напротив, лишь сильнее разбередило скорбь. Я знаю навеки, в душе твоей запечатлен тот образ нетленный, лик месяца перед рассветом, нежданно сокрывшийся в тучах, писал Государь. Давно известно, что наш мир полон скорби, и все же сердце болит, когда вспоминаю, как он любил тебя и как горевал, что приходится с тобою расставаться. Я не знала, что отвечать на это письмо. Послала только стихи. К невзгодам и бедам, что выпали мне без числа, добавились новые, прискорбные воспоминания о месяц, сокрывшийся в тучах. Мне казалось, никакими словами не передать мое горе. В слезах проводила я дни и ночи, не заметила даже, как окончился этот год, и наступил новый. Наступил новый год, пятый год, Коан, 1282-й. Государь продолжал писать мне, но спрашивал только, отчего ты не приезжаешь, а таких писем, как раньше, немедленно приезжай, я больше не получала. С этого времени я почувствовала, что он охладел ко мне, хотя прямо об этом не говорил. Так оно и должно было случиться, думала я, ведь я так много грешила, хоть и не по своей воле. Помню, когда до конца года оставалось всего несколько дней, мне было особенно грустно. И год, и жизнь моя, все подошло к концу, как написано в повести о Гэнзи. В душе жила тревога о настоятеле, не захотевшем молиться перед кончиной, и, чтобы замолить наш грех, я писала на обороте его писем из речения лотосовой сутры. Наступил Новый год, а я все так же лила слезы, ничего не замечая вокруг. Наступил Новый год, пятый год, Коан, 1282. В пятнадцатый день первой луны исполнилось ровно сорок девять дней со дня кончины настоятеля. Я отправилась в храм к святому праведнику, которому питала особенное доверие и почтение, отделила часть золота, оставленного мне настоятелем, и заказала поминальную службу, а на бумаге, в которую завернула золото, написала, «Быть может, сегодня ты путь мне укажешь сквозь мглу к заре долгожданной, хоть порвались с твоей кончиной наш союз, скреплявшие узы». Праведник славился красноречием. Я с волнением слушала его похвальное слово настоятелю, в котором перечислялись благие деяния покойного, и рукава мои не просыхали от слез. Я безвыходно затворилась в этом храме. Вскоре наступило пятнадцатое число второй луны, день, когда Шакья Муни переселился в Нирвану. С давних пор повелось отмечать этот грустный день, но в этом году, в моем горе, он показался мне особенно скорбным. В этот день в покоях праведника всегда читали и толковали лотосовую сутру, чтение начиналось в день весеннего равноденствия и продолжалось четырнадцать дней. Я была рада, что оказалась в храме как раз во время этой торжественной службы. Монахи ежедневно читали поминальные молитвы по настоятелю. Я не смела во всеуслышание объявить, отчего имени возносят эти молитвы, указала только от человека, связанного нерушимым союзом, а в последний день служба написала «Нескоро настанет иного рождения заря и выглянет месяц, сквозят тоской несказанной закатного солнца блики». За все время, что я жила затворницей в храме на восточной горе Хигасияма, государь ни разу не написал мне, так и есть он забыл меня, со страхом думала я. Наконец я решила, что завтра вернусь в столицу. Все вокруг казалось унылым и безотрадным, один за другим совершались четыре молебна, шла служба нирваны, праведные монахи бодрствовали всю ночь, читая молитвы. Я тоже проводила ночь в молитвенном зале. Подстелив под голову рукав, я ненадолго вздремнула, и во сне как живой мне привиделся настоятель. Долгий путь во мраке, такова наша жизнь в скорбной земной юдоле, сказал он и обнял меня. Той же ночью я захворала, да так тяжко, что почти теряла сознание. Праведный старец уговаривал остаться в храме еще хотя бы на один день, подождать, пока мне станет полегче, но за мной уже прислали карету. Отправлять ее назад было неудобно и сложно, и я пустилась в обратный путь в столицу. У западного моста через речку Имадегаву, неподалеку от храма Киомидзу, мне почудилось, будто тот, чей образ приснился мне накануне, наяву вошел ко мне в карету, и я потеряла сознание. Служанка привела меня в чувство, мы приехали в дом кормилицы, и с этого дня я захворала, да так, что не могла проглотить даже глотка воды. Так, между жизнью и смертью я оставалась до конца третьей луны, а когда, наконец, пришла в себя, обнаружилось, что я снова в тягости. С той памятной ночи, когда мы в последний раз встретились с настоятелем, я облюла чистоту, можно сказать, ни с кем, даже взглядом не обменялась. Стало быть, не оставалось сомнений, кто отец моего ребенка. Союз с настоятелем причинил мне одно лишь горе, и все же мысль о том, что наша связь тайным образом не прервалась, согревала мне душу, уже теперь я с любовью думала о ребенке, и, вопреки всем доводам разума, с нетерпением ждала его появления. Некоторое время спустя, помнится, был двадцатый день четвертой луны. Государь послал за мной людей и карету, мол, я ему зачем-то нужна. Но я еще не совсем оправилась после болезни, нужно было беречь здоровье, и я ответила, что не могу приехать, ибо хворало долго и тяжело. Он написал, «Для чего до сих пор лелеешь ты воспоминания о минувшей любви? Ведь ушел предрассветный месяц навсегда из бренного мира. Представляю себе, как ты непрерывно льешь слезы, очевидно, твой старый возлюбленный больше тебе не нужен». Прочитав это письмо, я подумала только, что государь недоволен, зачем я так сильно горю и о настоятеле. Оказалось, однако, совсем другое. Когда государь Камаяма еще не передал трон наследнику, при его дворе служил сын моей кормилицы на Кайоре, Курандо шестого ранга. Курандо – придворное звание, институт Курандо, Курандо до Коро, был создан на рубеже девятого десятого веков на правах личного секретариата императора. Шестой ранг отнюдь невысокий. Низшим считался восьмой, высшим второй. Первый ранг присваивали крайне редко. После отречения государя ему, как водится, присвоили следующий пятый ранг. И вот кто-то распустил слух, будто сей на Кайоре свел меня с государем камой-ямой. Тот не чает во мне души, и по этой причине я будто бы собираюсь покинуть нашего государя. Разумеется, я понятия не имела об этих толках. Здоровье мое тем временем улучшилось. Надо вернуться на службу, пока моя беременность еще незаметно решила я и в начале пятой луны прибыла во дворец. Но что это? Государь вовсе не обращал на меня внимания, и хотя внешне относился ко мне как будто по-прежнему, на сердце у меня все время лежала тяжесть. Всю пятую луну я прослужила во дворце как обычно, в унынии встречая и провожая утро и вечер, а с наступлением шестой луны уехала домой под предлогом траура по близкой родне. На этот раз мне хотелось, чтобы предстоящие роды совершились в глубокой тайне. я поселилась у родных неподалеку от восточной горы Хигасияма и жила там, таясь от всех. Впрочем, никто особенно не стремился меня проведать. Мне казалось, я стала совсем иной, да и обстановка, в которой я очутилась, тоже совсем не походила на все, к чему я привыкла. В конце восьмой луны я почувствовала приближение родов. В прежние времена я тоже скрывалась, но все же многие меня навещали, на сей раз одиночество делил со мной лишь печальный голос оленя на крутых горных вершинах. Тем не менее, роды прошли благополучно, родился мальчик. «Я полюбила младенца с первого взгляда. Мне снилось, будто мы уточки неразлучницы», говорил настоятель в ночь нашей последней встречи, и я, как предсказывал этот сон, понесла. Что сие означает? Я всегда страдала от того, что с двух лет рассталась с матерью и даже не помню ее лица, а этот ребенок еще в материнской утробе уже лишился отца. «Как же он будет со временем горевать об этом?» с грустью думала я и ни на минуту не расставалась с детятей, все время держала его под для себя. А тут как раз вышло так, что долго не могли найти кормилицу, искали повсюду, но безуспешно. Ребенок оставался со мной, я любила его всем сердцем, и, если бывало, он обмочит пеленки, я, вне себя от жалости, поспешно хватала его в объятии и клала рядом в свою постель. Впервые дано мне было в полной мере изведать всю глубину материнской любви. Мне было жаль даже на короткое время расстаться с мальчиком, я сама ухаживала за ним, да и после, когда удалось найти и договориться с подходящей женщиной из местности Ямадзаки, все еще держала его постельку рядом с собой. Как не хотелось мне возвращаться на службу во дворец государя. Меж тем наступила зима, от государя пришло письмо. Как понимать, что ты все время уединяешься, писал он, в начале десятой луны я опять начала служить при дворе, а там вскоре год подошел к концу. В новом году я прислуживала государю все три первых праздничных дня. Не счесть, сколько горьких минут мне пришлось пережить за этот короткий срок. Чем я не угодила, государь прямо не говорил, но я чувствовала, что он уже отдалился от меня сердцем. Жить во дворце становилось все безотраднее и тоскливее. Только он, снежный рассвет, когда-то меня любивший, подумать только, как давно это было, часто справлялся обо мне, говоря «Сильнее обиды любовь». Сильнее обиды любовь строчки из стихотворения поэта Сюн-Э «Поэтическая антология тысяча стихов» Сэн-Дзай-Сю 1187 год. Во вторую луну молебны в день успения Будды служили во дворце Сага, присутствовали оба государя. Я тоже была там. Образ настоятеля, год назад покинувшего наш мир, преследовал меня неотступно, я была безутешна. «О, великий Будда, чье учение пришло к нам из Индии и Китая», думала я, «Да исполнится твоя клятва, помоги душе настоятеля сойти со стези блужданий, отведи его в чистую землю рая. Эти слезы любви текут на рукав, словно воды, бурной оей реки, если б знала, что отмель встречи ждет меня, предалась бы волнам. Ничто не занимало меня, любовь, соединяющая мужчин и женщин, приносит, казалось мне, только одни страдания, не лучше ли покончить жизнью, утопиться в волнах, думала я, перебирая старые, теперь уже ненужные любовные письма. Но что станет с моим ребенком, если я тоже его покину? Кто, кроме меня, его пожалеет? Вот они, узы, привязывающие нас к земной юдоле, думала я, и любовь к отданному на воспитание младенцу с новой силой сжимала сердце. Молодая сосна поднялась на пустынном прибрежье, где никто не бывал. Как узнать, от чьего союза проросло из завязи семя? После возвращения из саги я ненадолго отлучилась со службы, чтобы проведать мое дитя. Ребенок вырос на удивление, уже что-то лепетал, улыбался, смеялся. После этой встречи я полюбила его еще сильней, и, вернувшись во дворец, так тосковала, что думала, лучше б я его не видала. Меж тем наступила осень. Неожиданно я получила письмо от моего деда Хё Букё. «Собери вещи», писал он, «Да не кое-как, а все до последней нитки, и уезжай из дворца, вечером пришлю за тобой людей». В полном недоумении я пошла к государю. «Вот что пишет мой дед, отчего это?» спросила я, но государь ни слова мне не ответил. Все еще не в силах уразуметь, что случилось, я обратилась к госпоже Хигаси. Что случилось, не понимаю. Мой дед прислал мне такое письмо. Я спрашивала государя, но он молчит. «Я тоже не знаю», отвечала она. Что оставалось делать? Не могла же я сказать «не поеду». Я стала собирать вещи, но невольно заплакала при мысли, что навсегда покидаю дворец, куда меня впервые привезли четырех лет отроду, дворец, к которому так привыкла, что тяготилась даже недолгим пребыванием дома в усадьбе. Тысячи мелочей приковывали мой взор. Я мысленно прощалась с каждым деревцем, с каждой травинкой. В это время послышали шаги. Это пришел тот, кто был вправе держать на меня обиду снежный рассвет. «Госпожа у себя?» спросил он у моей девушки. Услышав его голос, я еще острее ощутила свое несчастье и, приоткрыв дверь, выглянула. По моему залитому слезами лицу каждый из первого взгляда понял бы мое горе. Что случилось? спросил он. Не в силах вымолвить ни словечко, я продолжала заливаться слезами, потом, впустив его в комнату, достала письмо деда, сказала только «вот из-за этого» и снова заплакала. «Ничего не понимая сказал снежный рассвет. Так говорили все, но никто не мог толком объяснить мне, в чем дело. Старшие дамы, давно служившие во дворце, утешали меня, но они тоже были в полном неведении и только плакали со мной вместе. Меж тем наступил вечер. Я боялась еще раз пойти к государю, было ясно, что меня прогоняют по его приказанию. Такова его воля, думала я. Но когда же удастся теперь снова его увидеть, меня охватило желание взглянуть на него, быть может в последний раз, и не помня себя, я неверными шагами пошла к государю, при нем находились придворные, всего двое или кажется трое, они непринужденно беседовали. Государь бросил на меня беглый взгляд, по моему голубому шелковому одеянию зеленой нитью были вышиты лианы и китайский мискант. «Что уезжаешь?» сказал он. Я молчала, не находя слов. «Жители гор добывают лианы, цепляясь за их побеги», продолжал он. «Собираешься, верно, снова навестить нас?» И, сказав так, он удалился в покое государыни, сколько гнева звучало в его словах. Но как бы он не гневался, ведь он так долго любил меня, столько лет клялся, ничто не разделит наши сердца. «Почему же?» «Из-за чего он теперь мною пренебрегает?» Мне хотелось умереть, навсегда исчезнуть тут же на месте, но это было не в моей власти. Карета ждала меня, и хоть я готова была уехать как можно дальше, скрыться от всего света, мне все-таки хотелось узнать, почему меня вдруг прогнали. и я поспешила в усадьбу моего деда Хёбукё на пересечении второй дороги и переулка Мадено-Кодзи. Дед сам вышел ко мне. «Я старый болен, мой смертный час уже недалек, в последнее время совсем ослабел, не знаю, долго ли еще протяну. Меня тревожит твоя судьба, отца у тебя нет, Дзэнсёдзи, твой дядя и опекун, так о тебе родевший, тоже сошел в могилу. Государыня потребовала, чтобы тебя не было во дворце. При таких обстоятельствах лучше повиноваться и оставить придворную службу». С этими словами дед достал и показал мне письмо. «Нидзё прислуживает государю, а меня ни во что не ставит», читала я собственноручное письмо государыне. «Это великая дерзость, немедленно отзовите её домой. Поскольку у неё нет ни матери, ни отца, обязанность принять необходимые меры всецело лежит на вас». Раз дело зашло так далеко, оставаться во дворце и впрямь было бы невозможно, пыталась я утешить себя разными доводами, но обида не проходила. Потянулись долгие осенние ночи. Мне не спалось, и то и дело просыпаясь, я с горечью прислушивалась к стуку бесчисленных деревянных вольков, долетавшему к моему одинокому изголовью, и грустные клики гусиной стаи высоко в небе казались каплями росы, унизавшие лепестки кустарника хаги вокруг дома, где в печальном одиночестве коротала я теперь дни и ночи. Наступил конец года, но могла ли я радоваться предстоящему празднику, весело провожать старый и встречать Новый год? Я давно уже собиралась затвориться на тысячу дней в храме Геон, но до сих пор так и не удалось осуществить это желание, вечно возникали какие-нибудь помехи. Теперь же я наконец решилась, и во второй день одиннадцатой луны, в первый день зайца, прежде всего поехала в храм бога Хатиманом, где как раз в эти дни исполнялись священные пляски Кагура. Мне вспомнились стихи «Отдаюсь родению душой», и я сложила «На всесильных богов уповать я в скорби привыкла, но бесплодны мольбы, и осталось лишь сокрушаться о своем плачевном уделе». Я провела в храме Хатимана ровно семь дней и затем сразу уехала в храм Геон. Теперь мне было не жаль расстаться с жизнью в миру. «Покидаю суетный мир, укажи мне путь к просветлению», молилась я. В этом году исполнилась третья годовщина со дня смерти настоятеля. Снова обратившись к мудрому старцу на восточной горе Хигасияма, я заказала семидневное чтение лотосовой сутры. Днем я слушала чтение, а вечера проводила в храме Геон. Последний, седьмой день чтений совпал с днем смерти настоятеля. В слезах внимала я колокольному звону, вторившему богослужению. Бою колоколов всякий раз я рыданьями вторю и не знаю зачем до сих пор еще обретаюсь в этом суетном бренном мире. Мой маленький сын подрастал. Я скрывала его ото всех, опасаясь людской молвы, но часто навещала, и ребенок был мне отрады. В этом году он уже ходил, бегал, разговаривал, не ведая ни скорби, ни печали. Мой дед, Хёбу Кё, скончался минувшей осенью, когда на мою долю выпало столько тяжелых переживаний. Конечно, его смерть должна была причинить мне глубокое горе, но поглощенное свалившимся на меня несчастьем, я, кажется, не полностью осознала в те дни тяжесть этой утраты. Зато теперь, в эти долгие весенние дни, проведенные в молитве, память о покойном вновь воскресла в моей душе. Дед был последним близким мне человеком по материнской линии, и скорбь о нем с новой силой сжимала сердце, наверное, от того, что теперь, обретя наконец некоторое спокойствие, я вновь могла воспринимать события в их истинной сути. В ограде храма Геон пышно расцвела сакура. В минувшие годы Бун-Эй здесь было знаменье, рассказывали, что сам великий бог Сусано сложил здесь песню «Вишни, что расцветут в изобилии за прочной оградой подле храма Геон, принести должны процветание, всем, кто их посадил в этом месте». Сусано один из главных богов синтаистского культа, брат богини солнца Аматерасу. С тех пор вокруг храма посадили множество деревьев сакуры. Поистине можно подумать, что так повелел сам великий бог Сусано мне тоже захотелось посадить сакуру, неважно деревце или всего лишь ветку, лишь бы принялась. Это было бы знаком, что я тоже могу сподобиться благодати. Я попросила ветку сакуры у епископа Койо, настоятеля храма Будды Амиды на святой горе Хиэй. Он был сыном епископа Сингена в прошлом Дайнагона, и я давно состояла с ним в переписке, и во вторую луну в первый день коня, отдала эту ветку управителю храма Геон. Амида Культ Амиды санскритский Амитабха был особенно популярен в средние века. Амида считался воплощением милосердия и любви, давшим клятву спасти и поселить в своем раю чистой земле все живые существа, которые будут взывать к нему. Вместе с веткой поднесла храму одеяние алое на темно-красном исподе и заказала чтение молитословий Норито. Норито — молитвословия синтаистского культа, возникшие в древние времена. Ветку привили к дереву перед восточным павильоном храма, где помещалась книгохранилище. Я привязала к ней маленькую бледно-голубую дощечку со стихами «Нет корней у тебя, но расти, покрывайся цветами, одинокая ветвь, пусть же в нем люд боги обетом в глубине души принесенным». Ветка принялась, и я воспрянула духом, увидев, что не бесплоден мой душевный порыв. В этом году я впервые участвовала в молитвенных чтениях тысячи сутр. Все время жить в комнате для приезжих было неудобно, да и не хотелось никого видеть, поэтому я присмотрела себе восточную из двух келей позади башни сокровищ Хотоин, одного из строений храма, и безвыходно там поселилась. Здесь и застал меня конец года. В конце первой луны я получила письмо от вдовствующей государыни Омияин. Госпожа Китаяма, писала она, достигла почтенного возраста, этой весной ей исполняется девяносто лет. С начала года мы готовимся торжественно отметить это событие, хотя ты больше не служишь при дворе, это не имеет значения, ты обязательно должна принять участие в празднестве, как одна из дам свиты госпожи Китаямы. Непременно приезжай. Благодарю за милостивое приглашение, написала я в ответ. Я удалилась от двора, потому что, судя по всему, государь недоволен мною. Как же мне участвовать в пышных празднествах? Не тревожься об этом, собственноручно написала мне в ответ государыня. Твоя мать, да и ты, с детских лет снискали расположение госпожи Китаямы. Она любит тебя не меньше, чем родных детей и внуков. Ты непременно должна присутствовать. Рассудив, что дальнейшие отказы были бы неуместны, я приняла приглашение. В то время я как раз выполняла обед провести ровно тысячу дней в молитве в храме Геон, и прошло уже больше четырехсот дней, так что на время моего отсутствия пришлось оставить вместо себя заместителя. По распоряжению государыни Омияин Санэ Канэ Сайонзи прислал за мной карету. Мне казалось, я совсем одичала вдали от света, и я немного рабела, отправляясь в столь блестящее общество, но все же нарядилась в трехслойное белое косаде на темно-красном исподе, а сверху надела просторное верхнее одеяние зеленоватого цвета на лиловой подкладке. Приехав во дворец госпожи Китаямы, я увидела, что и впрямь праздник готовится очень пышный. Уже прибыли оба прежних государя, государыня с дочерью Егемон Ин, будущей супругой императора Го-Уды, в то время она была еще принцессой. Присутствовала хоть и неофициально госпожа Син Йомэймон Ин, супруга младшего ранга прежнего императора Камо-Ямы. Торжества должны были начаться в последний день второй луны. Накануне, в двадцать девятый день, прибыл царствующий император Го-Уда и наследник принц Хирохито. Первым прибыл император. Его полонкин поднесли прямо к главному входу, где под звуки музыки его с величайшими почестями приветствовали главный жрец и глава ведомства церемоний и музыки. О прибытии императора доложили госпоже О-Ми-Я-Ин, после чего военачальник Кан-Эмото принял на хранение императорские регалии, священный меч и яшму. В это время прибыл наследник. Его полонкин опустили на землю перед воротами, через весь двор расстелили циновки, по которым наследник прошел к главному входу. В специально построенном для пребывания императора павильоне его приветствовали вельможи, распорядитель Акине Фудзиваром, канцлер Канехира Коноэ, левый министр Така Цукаса, военачальник Канэмото, адъютант наследного принца, левый министр Моратада Нидзё, прибыл вместе с ним в той же карете. Наступил день праздника. В главном зале на южной стороне дома воздвигли алтарь, повесили изображение Будды, по обе стороны алтаря поставили светильники, впереди подставку для цветов и здесь же возвышение для священника. Рядом на молитвенном столике стояли два ящичка со свитками сутры долгой жизни и сутры лотоса. Благодарственную молитву сочинил, как передавали вельможа Мотинори, а переписал на белоканцлер Канехира. Все столбы в зале были украшены нарядными стягами и ажурными бронзовыми пластинами. Сидения императора, отгороженные бамбуковыми занавесами, находились на западной стороне, на циновках, окаймленных парчовой тканью. Лежала плоская подушка, обтянутая китайской парчой, рядом установили сидение для прежнего государя Го-Фукакусы, тоже обтянутая парчой, и на некотором расстоянии такое же сидение для его брата, прежнего государя Камаямы. На восточной стороне расположилась госпожа Оми-Яин. Ее сидение было закрыто ширмами, из-под бамбуковых штор виднелись края разноцветных шелковых рукавов, там сидели дамы из свиты. Я смотрела на них издалека с невольным волнением, чувствуя себя уже совсем посторонней. Для виновницы торжества госпожи Китаямы сидение устроили на западной стороне, рядом с императором. На циновке, окаймленной узорчатой тканью, положили подушку, обтянутую драгоценной парчой, доставленной из Аннама. Госпожа Китаяма, супруга главного министра вельможи Санаудзи Сайонзи, была матерью вдовствующей императрицы Омияин и государыни супруги прежнего императора Го-Фукакусы. Она приходилась бабкой государям Го-Фукакуси и Камаями и прабабкой ныне царствующему императору Го-Уде и принцу Хирохито наследнику. Неудивительно, что теперь все собрались, чтобы как можно торжественнее отпраздновать день ее рождения. Внучка Дайнагона Такафусы Сидзё дочь вельможи Такахиры Сидзё она доводилась моей матери близкой родственницей теткой и очень ее любила. Мать выросла и воспиталась у нее во дворце. Ко мне госпожа Китаяма тоже относилась очень тепло, оттого я и удостоилась приглашения на этот праздник. Я стеснялась, как же мне присутствовать на таком торжестве в обычном моем скромном наряде. Но государыня Омияин позаботилась, чтобы я присоединилась к свите госпожи Китаямы, переодевшись в пятислойное косаде разных оттенков лиловато-пурпурных цветов, однако потом она передумала и сочла более уместным, чтобы я состояла в ее свите. Все ее придворные дамы были в пурпурных и алых верхних одеяниях и красных парадных накидках. Только я одна, благодаря заботливой любезности Санэканэ Сайонзи, получила особенно пышный наряд, коричневое нижнее косаде, поверх него набор из восьми других красноватых, постепенно переходивших в лиловый цвет, затем алое узорное одеяние с рукавами, украшенными золотым и серебряным шитьем, далее просторное верхнее косаде на желтом исподе и, наконец, парадную голубую накидку. Но меня не радовало такое убранство. Я предпочла бы остаться незамеченной где-нибудь в укромном углу. Наконец, церемония началась. Торжественное шествие открыли оба прежних государя, Го-Фукакуса и Камаяма, наследный принц Хирохито, вдовствующая государиня Омия-Ин, обе супруги прежних государей, юная принцесса Югимон Ин и вельможа Санэ-Канэ Сайонзи, главной дворецки резиденции принца. Зазвучали молитвословия, слышался громкий перезвон колокольцев. У лестницы, ведущей в сад, расположились канцлер Канэ-Хира Ко-Но-Э, левый министр Моро-Тада, правый министр Тада-Нори, советник государя Камэ-Ямы Нагамаса, советник Цу-Тимикадо, и с ними еще множество царедворцев. Военачальники дворцовой стражи все были в полном парадном убранстве, с луком и полными стрел колчанами за спиной. Музыканты заиграли старинный танец. Под мерную дробь барабана танцоры, построившись друг за другом, ритмично взмахивали копьями вправо и влево, музыканты не умолкали, и тогда, когда оркестранты с танцорами направились туда, где собрались священнослужители. Поднявшись по ступенькам, монахи вошли в зал и расположились по обе стороны алтаря у помоста. Наконец, заняли свои места главный проповедник епископ Кэнзити, затем чтец сутры епископ Сюдзё и священнослужитель Дойо, которому предстояло произносить молитвы за здравие живущих и за упокой усопших. Ударили в гонг. Отроки из благородных семейств ожидали в зале, разбившись на две группы. Когда певчий начал петь хвалу Будди, эти отроки, держа в руках корзинки, полные искусно нарезанных из цветной бумаги лепестков лотоса, обошли зал, рассыпая вокруг эти цветные лепестки. Старший музыкант, его звали Хи-Саске, преклонил колени перед императором, ему была вручена награда. После того, как убрали посох с рукоятью венчанной изображением голубя, начались пляски. Посох с рукоятью венчанной изображением голубя, символ глубокой и благочестивой старости, вручался монахам и монахиням, достигшим девяносто лет. Убрали посох, означает, что религиозная часть праздника закончена, начинаются светские развлечения. Накрапывал легкий весенний дождик, но, казалось, никто из собравшихся его даже не замечал. На дворе собралось много народа, но на меня это зрелище наводило лишь грусть, ибо недолговечно вся эта суета сует. Сперва одна половина ансамбля исполнила мелодии «Многое лето», «Славим дворцовые покои» и «Царский дворец», потом вступила вторая половина с мелодиями «Земля вечная», «Долгая радость» и «Насори». Танцовщик Оно Хисатада исполнял под эту музыку танец награда государя. Правый министр Тадонори поднялся со своего места, подозвал танцовщика Тикайасу и вручил ему награду. Награды удостоились также танцовщик Хисаске и музыкант Мисааки. Этот последний распростелся ниц, не выпуская флейты из рук и, поднявшись, принял награду, по-прежнему держа флейту. Это вызвало всеобщее одобрение. Но вот главный проповедник Кэнзити встал со своего места и вновь зазвучала музыка. Потом награды раздали всем монахам. Офицеры дворцовой стражи были в полном боевом снаряжении, но большинство придворных явились в придворных нарядах с небольшими парадными мечами. Прозвучали еще две мелодии, которые обычно исполняются под конец, и музыканты вместе с танцорами удалились. Госпоже Китаями, вдостующей государыне Оммияин и государыне подали угощение. Прислуживали вельможи Такаясу Сидзё и Кинхира. На завтра был первый день третьей луны. Императору, наследнику и обоим прежним государям был подан завтрак. Из зала убрали помост для танцев, по стенам развесили драпировки, а на западной стороне в углу поставили ширмы. За ширмами находилось сиденье для императора, подушки, обтянутые китайским атласом, окаймлённые парчой. Там же в главном зале разместились и оба прежних государя. В восточной стороне были положены подушки танкинского шёлка для наследного принца. Канцлер Канехира дежурил у бабуковых штор перед императором, а наследному принцу прислуживал вельможа Цанэ Канэ, поскольку министр Мора Тада, которому надлежало выполнять эту обязанность, опоздал к утреннему выходу. Государь был в обычном придворном платье, из-под которого виднелось другое алого цвета на ватной подкладке. В отличие от них, наследный принц надел лёгкое шёлковое платье без подкладки. Кушанье императору подавал советник Нагамаса, а советники Такаясу и Кенсура убирали подносы. Принцу прислуживал мой дядя Такайоси, одетый весьма элегантно. На нём было белое придворное платье на пурпурной подкладке, под ним светло-лиловое платье и такого же цвета шаровары, алый исподний халат, высокая придворная шапка, а за спиной колчан. По окончании трапезы играли на струнных и духовых инструментах. Для императора вельможа Тадайо принёс в ларце знаменитую флейту Айвовый павильон. Канцлер Канехира принял у него ларец и почтительно поставил перед императором. Для наследного принца Тикасада Минамото принёс прославленную лютню сокровенный образ. Лютню с поклоном принял вельможа Санэканээ Сайонзи и положил перед его высочеством. Для остальных также принесли флейты в отдельных ларцах и концерт начался. Император и вельможи играли на флейтах и на лютнях, на цитрах и арфах. Старший советник Йоин Така отбивал такт деревянными колотушками, а вельможа Мунефу Ю пел. Исполнили пьесы из придворной музыки, а также несколько простых песен. По окончании концерта началось поэтическое состязание. Чиновники младших рангов принесли стол и постелили в зале круглой соломенной циновки. Затем все присутствующие, начиная с самых низших чинов и званий стали сдавать листки бумаги с написанными стихотворениями. Первым вышел младший начальник дворцовой стражи Тамэмити Нидзё в придворном платье с мечом на кожной перевязи и с колчаном. Листок со своими стихами он нес на дуге лука. Поднявшись по ступеням, он положил листок на стол. Вслед за ним принесли стихи и другие вельможи. До начала состязания Акия Фудзиварам распорядился устроить сиденье для наследного принца с восточной стороны от стола. Многие говорили, что нынешнее состязание живо напоминает дворцовые празднества давно минувших дней. Наконец объявили, что стихотворение сдали все высшие военачальники и государственные чиновники, включая самого канцлера, а также правого и левого министров. Среди участников турнира, одетых в придворное платье с мечами на перевязи, выделялся мой родич, военачальник правого крыла Митимота Кога в красно-коричневой парадной одежде на желтом исподе. Держа листок вместе с мечом на вытянутых руках, он почтительно положил на стол свое стихотворение. Многие участники турнира были с луками и колчанами, за спиной. Тюнагон Кадзан-Юин пригласил Курандо быть арбитром, и тот вышел к столу. Сначала выступил вперед левый министр и прочел свое стихотворение. Затем велено было читать также правому министру, военному министру, тютанагону, кин-ясу, фудзивари и еще пятнадцати вельможам, чьи стихи были признаны лучшими. Госпожа Гон-Тюнагон, свитская дама государыни Оми-Яин, протянула из-под бамбуковой ширмы свое стихотворение, написанное на тонком листе алой бумаги, и тут государь Камаяма, вспомнив обо мне, осведомился, почему же мы не видим стихов дочери благородного Масатады. «Она нынче не в духе, и стихи слагать должно быть не станет», ответила государыня Оми-Яин. «Почему ты не сдала стихотворение вместе со всеми?» спросил меня Сан-Наэ-Канэ Сайон-Зи. «До меня дошло, что государыня просила госпожу Китаяму не принимать от меня стихов», объяснила я, «А в душе повторяло стихотворение, слух дошел до меня, что, увы, не нужны мои песни, волны в бухте Ва-Ка, даже в помыслах не осмелюсь предложить их на состязанье». Волны в бухте Ва-Ка Название бухты Ва-Ка совпадает со звучанием слова Ва-Ка, буквально японская песня. Именно этим названием обозначали вплоть до конца девятнадцатого века японские пятистишие, известные теперь под их более распространенным названием Тан-Ка. Стихи императора и государя Камо-Ямы прочитал вслух канцлер Канэ-Хира, особо выделив их, а стихотворение наследного принца зачитали в обычном порядке вместе со стихами министров и других вельмож. Сочинение императора и государя Камо-Ямы, а также начальника левой странжи были признаны лучшими по единогласному суждению главного арбитра канцлера Канэ-Хиры и всех его помощников. После того, как судьи огласили свое решение, августейшее семейство удалилось. Первым проследовал во внутренние покои наследник. Оставшимся участникам турнира были розданы различные награды. Стихотворение императора канцлер Канэ-Хира переписал своей рукой. Ныне сей император, приняв монашскую схему, обитает в храме Дай-Ка-Кудзи под именем Цзэн-Сё-Сэн-Ин. Оно гласило Стихотворение сложенное вознаменование девяностолетия благородной госпожи Тейси Фудзивара придворной дамы младшего первого ранга. Долго длится весна и ястина тем обещает долгих лет череду безмятежных как вешний полдень достославной жизни продленье. Стихи государя Камая-Ямы взялся переписать средний министр Иэмото. Посвящение было точно такое же как и у императора только в имени виновницы торжества опущены иероглифы Тейси. С девяностой весной вас цветистую трелью поздравить поспешил Соловей и звучит его трель по желаниям в добром здравии встретить столетие. Фудзивара Канетада сын канцлера переписал сочинение наследного принца которое звучало так «Ныне ведомо мне, что жить сей достойнейшей даме до скончания веков та, что встретила девяносто встретит тысячу новых весен». В Торе государю сложилось истих творение в весенний день в усадьбе Китаяма по случаю девяностой годовщины рождения благородной госпожи из рода Фудзивара придворной дамы младшего первого ранга. Вслед за подписью были добавлены слова «Почтительно преподношу», учтивое обращение, принятое с давнего времени. Прочие стихи я приведу в другом месте, а здесь упомяну еще только поздравление вельможи Санэ-Канэ. «Возвышаетесь вы, меж старейших мужей государства, как утес среди волн, да минует вас времени волны нашим дружным моленьем внемля». Все участники поэтического турнира высоко оценили красоту и изящество этого стихотворения. Придворные говорили, что стихотворение Санэ-Канэ не уступает стихам некогда сложным его дедам, министрам Санэ-Удзи Сайондзи по случаю посещения его усадьбы государем иноком Го-Сагой. «Расцветайте пышней, аромат несравненной струите вешних вишен цветы, послужите на вечные веки дому славному украшеньем». А государь инок сложил «Распростерлись вокруг роскошные пышные ветви, мой приют осенив, как и жизнь моя вешней вишни ныне в самой паре цветенья». После поэтического турнира затеяли игру в мяч. Право стоило посмотреть, как мелькают разноцветные рукава императора, наследного принца, прежнего государя Камаямы, канцлера и прочих вельмож, подоткнувших длинные полы верхнего платья. По примеру императора Го Тобы, государь Камаяма самолично изволил открыть игру, ударив мяч ногой. Сразу после окончания игры император отбыл к себе во дворец. В тот вечер предстояло составить список весенних назначений на должность, и потому, как не жаль было покидать праздничное собрание, оставаться ему было нельзя. На следующий день, поскольку император отсутствовал, не было необходимости в столь строгом ритуале, и все почувствовали себя гораздо непринужденнее. Около полудня застелили соломенными циновками дорожку, ведущую от главного здания усадьбы до храма Сайондзи райского сада. Оба прежних государев в парадных одеяниях и высоких парадных шапках вместе с наследным принцем обошли все пределы и часовни и вышли наконец к храмовому павильону божественных звуков Меондо, посвященному богине музыки и красоты Бензайтен. Там взором их предстало одинокое дерево сакуры с запоздалыми цветами на ветвях. Казалось, дерево давно ожидало появления высочайших особ. Хотела бы я знать, кто научил эту сакуру следовать мольбе поэта древности думала я любуюсь цветущим деревом. Вишня в горном краю ты цветешь недоступное взором ото всех вдалеке, но прошу хоть немного помедле дай красою твоей насладиться. Как подсказывало само название павильона, решено было устроить здесь небольшой концерт. Пока шла подготовка, собралось много народа, немало было и женщин, кутавшихся с головой в шелка, чтобы спрятать лицо от нескромных взоров. Я тоже пришла послушать музыку. Государи Камаяма и Го-Фу-Кокуса вместе с наследником разместились внутри павильона, а придворные вышли на открытую веранду. Дайнагон Нагамаса играл на флейте. Начальник левой стражи Кимпира на свиреле, господин Канэ-Юки на флажолете, наследный принц на лютне, вельможа Санэ-Канэ на цитре. На небольшом барабане играл господин Томо-Юки, на малом господин Норифудзи. Сначала исполнили напевные мелодии переправа и старик, собирающий ягоды тута, затем мелодии в более быстром, прерывистом ритме, белые колонны и тысяча осеней. Господин Канэ-Юки под аккомпанемент музыкантов продекламировал китайские стихи «Персик и слива цветут в парке Шанлин». Читал он прекрасно, применяясь к музыкальному сопровождению, так что декламация вызвала всеобщий восторг, и ее пришлось повторить. Затем государь Го-Фу-Какуса прочел вслух стихотворения Митидзанэ Сугаварэ на китайском языке. Нежна и воздушна танцует она, а государь Камэ-Яма и наследник хором вторили ему. Это было поистине великолепно. Когда концерт окончился, и государи удалились, все вокруг только и говорили, «Жаль, что так мало, вот бы еще послушать». Я наблюдала беспечную жизнь блестящего императорского двора, и на сердце у меня было мрачно. Я даже раскаивалась, что приняла приглашение и приехала на этот праздник. Голос государя, декламировавшего стихи, все еще звучал у меня в ушах, пробуждая воспоминания. Я слышала голоса, объявлявшие о начале игры в мяч, но решила не ходить и осталась в отведенной мне комнате. Я сидела одна, когда неожиданно появился мой дядюшка Така Йоси с письмом от государя. Полно? Уж не ошибка ли это, удивилась я? Однако Така Йоси чуть ли не силой вручил мне послание, и я прочитала, не писал я тебе и встреч не искал, полагая, что сумею забыть. Почему же за все это время от тебя не слышал упрека? Я не в силах забыть тебя прошло уже столько времени, но, увы, сердце мне не подвластно. О, если бы встретиться вновь сегодня ночью и забыть страдания разлуки. Я ответила, верно ведомо вам, что живу я обет не исполнив и поныне в миру, лишь о том скорблю и печалюсь год за годом сетую горько. Вечером, когда час петуха был уже на исходе, и я собралась было прилечь и отдохнуть, государь неожиданно посетил меня. «Я еду кататься на лодке, поедем с нами», сказал он. «У меня вовсе не было настроения для подобных забав, и я не двигалась с места, но государь настаивал». «Переодеваться не надо, это платье сойдет», сказал он, помогая мне потуже завязать пояс моих хакама. Я удивилась, с каких пор он вновь стал так нежен и внимателен ко мне. Однако едва ли минутный порыв мог искупить страдания, что довелось мне испытать за два года, и все же, понимая, что дальше противиться не пристало, я утерла слезы и последовала за государем. Уже смеркалось, когда мы сели в лодку и отчалили от рыбачьего павильона. Сперва в лодку взошел наследный принц с дамами, госпожой Дайнагон, госпожой Уэмонно Ками, госпожой Коно Найси. Все они были в полном парадном одеянии. Оба прежних государя сели в маленькую лодку, и я в своем незамысловатом наряде, трехслойном косоде и всего лишь в одном верхнем одеянии и парадной накидке последовала за ними, но затем принц пригласил меня в свою лодку, и я не посмела отказаться. В лодки погрузили музыкальные инструменты. Вскоре к нам присоединилось еще несколько маленьких лодок с придворными. Дайнагон Кадзанин играл на флейте, наследный принц на лютне, госпожа Уэмонно Ками на цитре, еще двое вельмож отбивали такт на большом и малом барабанах. Исполнялись те же пьесы, что мы слышали днем в павильоне Мьоон-До, а потом еще «Синие волны морские», «Бамбуковая роща» и «За гранью небес». Некоторые мелодии повторялись многократно, так они были хороши. Господин Канн-Юки продекламировал китайские стихи, кто тот умелец, кто вырезал формы этих причудливых гор вокруг, а государи Камаяма и Го Фукакуса продолжили, о, как изменчив их облик. Так прекрасно звучали в лад их голоса, что даже духи вод должно быть внимали в немом восторге. Когда лодки отплыли достаточно далеко от рыбачьего павильона, взором открылось ни с чем несравнимое зрелище, мшистые ветви столетних сосен переплетаясь в вершине живописно свисали над гладью дворцового пруда. Казалось, будто мы вышли в открытое море и плывем по безбрежной равнине вод. Словно две тысячи ри за кормой переговаривались вельможи, а государь Камаяма сложил первые строки стихотворения цепочки, будто меж облаков, летит по волнам белопенном, вдаль стремится ладья. Ты поклялась больше никогда не брать в руки музыкальных инструментов, и, конечно, ни за что не коснешься струн, обратился он ко мне, но, надеюсь, твой обед не помешает тебе слагать стихи. Мне очень не хотелось участвовать в сочинении стихов цепочек, но все же я добавила две завершающие строки «Беспределен, как даль морская, век прославленного государя». Вельможа Санэ-Канэ продолжил «Древних в том превзойдя, воздаем мы усердно и щедро государю хвалу». Томасаки закончил «Не померкнет слава вовеки божьим промыслом осиянно». Наследный принц подхватил «Пусть гряда за грядой к девяносто стремясь набегают волны славных годов». Государь Камаяма, хоть от века столь многотруден скорбный путь наш в земной юдоле, я продолжила «В сердце скорбь затаив, дано нам терпеть злоключенье и обиды копить». «Знаю, знаю, какую боль ты затаила в сердце», сказал государь и закончил стихотворение, проливая горькие слезы в час предутренней под луною. «В этом упоминании о рассветном месяце есть какой-то особый смысл», поинтересовался государь Камаяма. Меж тем совсем стемнело. Прекрасно и увлекательно было наблюдать, как дворцовые смотрители разжигают там и сям костры на берегу, чтобы направить лодки к берегу. Наконец мы пристали у рыбачьего павильона и все вышли на берег, хотя были, пожалуй, не прочь покататься еще. Казалось бы, люди должны были понимать, как грустно на сердце у меня влачащие такие безрадостные и горькие дни, но никто не обратился ко мне со словами участия и привета. Наверное, от того, что дворцовый пруд совсем не походил на небесную реку, на берегах которой встречались влюбленные звезды. На следующий день всеобщее внимание привлек военачальник Кионага из Свиты Принца. Его синий с красноватым отливом кафтан на голубом исподе был сплошь покрыт вышивкой, изображавшей сосновые ветви, увитые грозьями глициней. Такой наряд, равно как и подобающая манера держаться, вызвали всеобщее одобрение. Только было отправили его посланцем ко двору императора, как, разменувшись с ним, из дворца к наследнику прибыл от имени императора посол Тадайо Тайра. Я слышала, что на этот раз госпожа Омия-Ин преподнесла императору лютню, а наследнику японскую цитру. Состоялась также раздача наград и званий. Государь пожаловал Тасисаде Фудзивара старший четвертый ранг второй степени, а наследник пожаловал Корэске Тайра старший пятый ранг второй степени, вельможа Санэ-Канэ Сайонзи уступил полученную награду лютнюю офицеру дворцовой страже Тамэ-Мити. Кроме того, был пожалован младший четвертый ранг первой степени, было много и других наград, все и не перечислить. После отъезда наследника все кругом погрузилось в тишину. Государь собрался посетить усадьбу вельможи Санэ-Канэ Сайонзи, несколько раз приглашали и меня, но я отказалась, ибо понимала, что куда бы ни ехать, моя печальная участь всегда будет со мной, и на сердце у меня было горько. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok